а блять было не было саня да какого хрена что-то ты сделаешь молодой человек что вы делаете у меня в квартире сделай картинку побольше я хочу сделать еще поменьше слышишь кстати да звук игры я слышу на тебе это радует и вижу тебя радует то что ты видишь логотип сатурн плюс да конечно я тоже в восторге это очередной трэш шедевр компании блять сатурн плюс это порно это порно я сразу тебя зашел в раздел авторы чтобы ты оценил что тут пять сценаристов вот четыре человека отвечающих за фон и анимацию за монтаж анимации три человека отвечают и звука да и звука тоже смотри список художников аниматоров сергей донг донг но хорошо что не донга то есть член дети уйдите от мониторов пожалуйста и вообще выйдите это что за херняных там вылезла это я тебе продемонстрировал что их 13 13 человек а то есть даже для меня анимации я для тебя подготовил аж целую одну анимацию вот до 13 человек делала рисовал эту игру и ты оценишь это прямо с первой же сцены даже наверно со ступительной заставки алексей никоноров знакомый нам по 9 принцип амера как когда игра вышла 2003 смотри анимированная лампочка уже внушает раз видна работа на вот настройки настройки да нет это настройки да что это я не знаю что этим наслаждайся графен графен определенно посмотрим вступительный ролик я так понимаю это вступительный ролик это чудо это вступительный ролик это ступа это ступа ты кстати хорошо соображаешь ты видим на одной волне с этими создателей игр уже готов готов забабахать какой-нибудь свой сатурновский шедевр до завязка такая баба яга достала ступу достала свою кибернетическую ступу это вот российский киберпанк в лучшем проявлении суши я не знаю даже с чего начать дело в том что все янский киберпанк славянский киберпанк дело в том что все видео которые на ютюбе лежат про эту игру там вот люди играют подожди стой то есть они еще есть они есть да то есть это не какая-нибудь там царевна и медиевил рашен квест да это то что еще кто-то играет в это и самое смешное что люди которые играют убил я прикольная игруха шуточки смешные вообще какая операция работа операция работа великолепно вид из глаз как фильме маньяк практически то есть которая кстати недавно хотел посмотреть с элайджи вудом который ремейк а не не дали как вчера увидел картинку фотографии элайджа вуда где прям комментариям написано что он похож на маньяка не нет он похож на возрастную лесбуху такой есть вон тоже похоже на возрастную лесбуку минутка нетолерантности извините нет все толерантно уже прошло два года с тех пор как мы последний раз что-то записывали ролик ребята может хватит может вырубим эту игру пацан в футболке сатурн плюс я не скажу что я не хочу такую футболку а давай сразу предупредим тех долбоящеров которые хотят следить за сюжетом это не про то ролик да блять ребята выключите сразу тут не будет толкового прохождения я вам сразу сказал сказал скажу что я сделал так чтобы в этой игре и без того малопонятно и не было понятно вообще ничего наркотики это это наш главный герой он привлекательный ты чувствуешь сразу желание поиграть за него я почему-то графика напоминает такую игру замечательными идеи вал да только нет потому что это графика ты увидишь вот только в этом ролике и в заключительном ролике там патликс ну смысл не матриц да шуточки да матрикс патрикс а губка боб тогда уже вышел должен был выйти насколько я помню в войне миров с томом крузом там его дочка рассмотрела губку боба это был 2005 значит где-то вот в районе этих годов уже должен был идти потому как есть если он в мейнстрим попал уже в 2005 значит ну в 2003 может точно должен быть кстати у меня очень скверно слышно все через эти наушники поэтому я все-таки доверяюсь тебе что тебе все хорошо слышно да мне офигенно все слышно охуительная озвучка этого папика который на тебя что-то бычет у меня слава богу ничего не слышно можно купить звук то пропадает и возникает но он тебе не нужен я насколько понимаю я и глаза закрыть хочу честно тебе сказать нем пока 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 мне нравится тебе нравится дарствует бюджет или вложу возможности дела вот в этой штучке телек не все равно херово слышно вот да наш главный герой решил посмотреть футбол этого это тереза мэй роза мэй тереза мэй так нет это похоже ты не понял это как например министра великобритании сегодняшнего она еще похожа на типит тетеньку не помню имя типит который в птицах играла хичкоковских вот сейчас она примерно так выглядит мне нравится гражданин сидящих в солнцезащитных очках помещения это много а слушай я один раз сидел солнцезащитных очках помещения на свадьбе у друга а это была хорошая свадьба у меня до этого глаз был подбит немножко был вынужден а я думал ты курнул кстати обрати внимание как сервант он практически выпуклый такой это атмосферу создают телевизор мне кажется да нет не то что телевизор сам понимаешь шкаф тоже вылез на тебя то есть как менее я имею ввиду что это якобы искажение как будто бы мы смотрим картинку а то есть она видишь что что блять происходит что происходит сатур плюс происходит он попал в телевизор он попал в телевизор и вот зацени работу 13 13 художников аниматоров я тебе вот что скажу это какой еще раз год 2003 то есть когда уже халфа была до 2 блять когда золотой золотой век квестов рисованных прошел то есть всякие там броккенс ворды всякие там сибири и прочая хуета мист да конечно мист еще начале 90 из последних местов но вот через год вышел мист 4 который просто до сих пор смотрится замечательно по графике ну мы не будем сравнивать можно даже сравнить с петькой васильванычем и сравнение будет не в пользу петька васильваныч прекрасно выглядела игра для своего времени до но начиная с третьей части их начали делать сатурн плюс поэтому они превратились вот вот оцени вот на каждом бревне свой градиент отдельный да я вижу освещение проработан великолепно и я тебе скажу что спасает спасает то что то что идиотская программа magic movie edit который я никому не рекомендую пользоваться которая монтировала нас конвертировала все с жуткими потерями качества то есть когда это четко и все поверено выглядит еще хуже а то есть это все таки не натуральная картинка это максимально натуральная картинка которую я мог выжить после конвертации и но единственное что надо чуть 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 более размытая это спасает это плюс это не минус в данном случае обрати внимание что они все говорят в рифму да я вижу да тебе это радует да ну не долго тебе радоваться осталось после этой фразы я запарюсь тем чтобы перематывать каждый вот такую вот простыню всю игру то есть из 4 часов 30 минут я оставил 2 часа 25 минут ладно хорошо в чем сюжет сюжет в том что мы попали в телевизор а на самом деле в сказку и теперь надо отсюда выбраться а почему компьютер почему компьютеры да потому что нахер иди вот почему сатурн плюс парень забудь ты ищешь рациональное объяснение в играх сатурн плюс так ведь можно же было клавиатуру нормально нарисовать а можно было я посчитал там 23 клавиши потом ты мне говоришь что мне заняться нечем раз я лего за не стою ну знаешь ты ты если бы ты монтировал эту хуйню ты бы тоже посчитал все клавиши за это время обратим внимание как ненавязчиво под прикрывает некую хуету которая нам понадобится дальше ну я вижу него между ногом что-то синеватая да синеватая яйца синеватые между ног бугу 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 ты знаешь когда я начал в нее играть ну понятно что я был несколько обескуражен вот этим километровым диалогом суть в чем бабайга за возвращение домой просит тебя отнести челобитную царю местному сказать что дескать земли наводнили всякие тролли гномы орки и прочая фэнтези и продыху не дает играть этих гастарбайтеров москаляку на геляку ну практически то же самое там и говорится то есть там даже вплоть до нужно ввести визовый режим то есть понимаешь да какая вот тонкая сатира люди в черном нет ну я имею ввиду что для каких-то ну про люди в черном кстати еще вернемся так вот я был несколько обескуражен всей этой блять хуетой бесконечной вот вот они вот базарят 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 это я первый диалог подожди я прямо сейчас увидел легкий такой сарказм я костлявый я студент да то есть социалочка социальная сатира опять же да да социальные сатирую тут просто навалом ну как тебе сказать что там на полке стоит цветной это карандаши это не карандаши это спреи аэрозоли так подожди он должен отнести челобитный почему она в телящику посадила потому что он отказывается это делать она говорит ну тогда я тебя сожру включает омерзительную музыку в и начинает нарезать зелень я смотрю литературный язык да да тут очень расхожий такой литературный прием когда герой хочет сказать что-то типа них или там ёп но при этом потом говорит что-нибудь более цензурно более подцензурное представляешь вот какая шуточка текст пытаюсь читать не надо придется сердцем чуя стихами он говорит о послушай сейчас легка понял почему-то вместо легко у него легка видимо в начале двухтысячных студенты так и говорили но это может быть сленг студенческий кстати 2003 я еще не был студентом ну то есть хочешь сказать за год весь сленг поменялся к херам да ну я учился в правовом в брусе не в каком-то там бесправном говне да как вот этот вот товарищ кстати как студент чего он если он у олигарха подрабатывает каким-то сраным дворником но это ладно неважно допустим это тоже социальная сатира в разных городах по-разному вот тут вот в этот момент да у меня возникло подозрение что неужели сатурн плюс решили ввести какую-то интересную механику то есть до тех пор ну до сих пор во все игры которые мы играли это было полное говно спойлер это тоже полное говно но вот в этот момент когда я начал собирать 5 аэрозолей кстати мы это одна из тех игр где героя можно кликнуть на герой то есть бывает ну квесты в которых герой не кликабелен перешел перемотать да да потому что эту хуйню терпеть невозможно и вот когда я собрал 5 аэрозолей и обратил внимание что оказывается там сверху вот лежит мануал по использованию этих аэрозолей для составления разных комбинаций то есть типа попшикал одной попшикал двумя там другой эффект возникает третий и так далее и у меня возникла мысль неужели сатурн плюс решили ввести интересную механику ну относительно интересно то есть понятно она к тому времени уже была достаточно заюзана но даже если лум вспомнить там лукасарцевский когда ты там из нот всякие мелодии составлял да там и использовал их как заклинание в течение игры ну даже там легенда зельды например у тебя а карина песенка ты решил мотануть конечно я еще музыку потише решил сделать я это сделал еще не раз вот титьки бляха муха я забыл их зацензурить там же кстати есть еще титьки и я зацензурить да а или титьки на youtube вообще нельзя ну нежелательно так вот я такой смотрю на всю эту такую думаю ни хера себе так тут может какая-то интересная механика будет в течение игры я буду применять там в разных ситуациях хотя аэрозоли да нет вот единственная подчеркнутая номер 9 сырный ароматизатор он нам понадобится прямо сейчас и русский дух тоже понадобится прямо сейчас после чего эти аэрозоли будут выкинуты нахер то есть но это ради шутеечек видимо да чтобы вот все вот все эти записи он комментирует то есть все вот эту книжечку можно пролистать он выдаст тупые комментарии абсолютно я думаю незачем да и вот вся механика то есть ну в этом весь сатурн плюс да то есть они видят что-то интересное таки а давайте сделаем это неинтересно то есть вместо того чтобы какую-то игровую механику водить давайте наш герой будет пиздеть без конца всякую хуйню нести что он тут делает до бесконечности просто а почему ты листик не подобрал а он его не подбирает он на него смотрит но брать отказывается я понял да то есть если бы его можно было взять это опять же как раз был бы уже шаг к интересной механике сейчас мышку вытащишь да мышку вытащу кошка побежит да ну побежит как встанет за хвост я чертов гений да да ты уже практически понимаешь логику сатурн плюс и кстати это наиболее близкая к традиционному пазлу задача в этой игре то есть больше их не будет вообще а зачем тебе хотят показать сюжет да это как игры этого quantic dream да только без quick time events ёп твою за ногу это у него в жопе было возможно но как-то он так хорошо на этом лежал так вот я и думаю видимо подразумевается что он впереди лежал да но все-таки непонятно с данной перспективой когда нет в том-то и дело да что он с делал тоже по видишь он четко сел на это да и он и он рад но баба яге не он но он уже не рад видишь кот недоволен да баба яге тоже вся эта нерзбериха не нравится и она как раз возьми русским духом запахло на русский дух ведь у нее такая вот аллергия поэтому он готовить она нас не будет таким образом мы вот решили эту задачу но это не решает проблемы того что он сидит в тюлячке она сейчас выпустит ну жрать я тебя не буду значит выпущу ну и неси свою челобитную но правда почему-то сказать нет второй раз он уже не может почему я не знаю с сюжетом тут вообще как бы ну проблема начнем с того что ну ты видел во вступительном ролике баба яга просто пришла походила у меня вопрос у нее будет еще та охуительная ступа да мы на ней даже полетаем я спокойно да игра удалась игра года 10 из 10 на кончиках пальцев это как логвиного не дали же рдр да да он написал какой-то пространный пост об этом слушай вообще пора бы уже как-то адресовать тот момент что мы два года назад последний видос записывали ну да и что с того времени прошло столько хуйни просто в интернетах с того времени я стал странным консолидрочером стал ну да ну до этого же на пока в основном играл а теперь у меня есть playstation 4 playstation и теперь я играю в хорошие игры дорогие господа пока бояре знаете что я сижу от него падали вот думаю как бы ногой еще отодвинулся подальше зато я играю в reded redemption 2 черни uncharted the last of us черни и что с этой бумажкой делать и в другие замечательные игры ну я согласен что это лучше чем играть вот чем в это да очевидно тем более еще и на диске да да который я еще купил специально для записи летсплейник мне интересно вот куда эти деньги сейчас пошли неужели разработчикам нет они пошли какому-то торгашу sold games.ru спасибо ему кстати что он диск сохранил диск недорогой 100 рублей все-таки да ну блин удовольствие тут на все 10 рублей мне ну надо дать должное ступильный ролик с бабой гой был неплохой неплохой относительно роликов не знаю на все 100 рублей он был неплохой относительно ролика pixar с ребенком маленьким помнишь такой был один из первых трехмерных их роликов там где очень жуткий ребенок грудной а может и помню один из самых самых ранних по-моему чуть ли не первый слово medieval сейчас же ремастер выйдет игры прекрасной да так уже же выходил порт на psp еще кажется да я не знаю выходили на psp давно на первой плойке я проходил обе части и сейчас выйдет ремастер первой и я может быть даже до него доберусь но вначале я доберусь до resident evil 2 ремастера evil evil я обратил внимание что люди из детройта произносят слово evil и devil довольно забавно типа evil и devil но это как у меня один знакомый говорит слово кофе на полном серьезе кофе он не прикалывается он говорит кофе в кофе в кофе а я думал ты про кофе говорили кофе называют кофе как вот этот легка она оригинал вот нам все-таки дали челобитную то есть подожди извини перебью там у бабы и гид целых две анимации по моему да вот это вот колбит стол качаться и лезет и причем они рандомно как ну да и ладно они рандомно по моему как-то запускаются мне кажется они с равными интервалами запускаются абсолютно с равными да мы вышли наружу я заметил если помнишь наш замечательный лист-плее игры морозка морозка помнишь там где фонет фадорфа название помню ну короче богими интерактив делали его до флешпоинта и армы в общем там все это выглядело несколько получше в частности вот мне нравится дерево на переднем не на переднем на среднем плане с дуплом который до которая такое ощущение что его увеличили раз в 10 и это это не никак не фишка компрессии видео ребята в игре он выглядит еще хуже да здесь местный старик рыбак он хочет поймать золотую рыбку чтобы югисты захватить мир не на самом деле попросить новая корыта а смотри бабы и ги смотри как можно сделать классно это в играх прикалывает это очень здорово работает в игре секретные материалы от первого лица был такой фмв квест там сидит скиннер в одной из первых сцен и у него как раз вот губки можно прям так навести он будет сидеть такой дед тут ни при чем вообще то есть корыта это золотая рыбка это все вот нужно чтобы ровно один предмет получить будет через пол игры вот мы с ним базарим 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 ни о чем в итоге мы возьмем у него удочку это не ни о чем это расширение лора да кстати о лоре и его подачи здесь озвучивали как я понял как я понял не бейте если ошибаюсь другие люди не стандартные воронежская команда там с александром фельченко вот эти вот бубнеж короче стандартный тут прям целые именитые актеры если ты зайдешь на моби геймс посмотришь раздел вот там войс до войсовар вот это все тебя ждет серьезное удивление если погуглить каждого человека а то бы это будет какой-то вот прям примечательный актер то есть я наблюдаю какой ублюдок делал курсора какой ублюдок делал вскоре ну курсора есть остальное все нарисовано стилистически как бы вписывается то курсор не вписывается вообще я не знаю как это вот назвать стилистически вписывается вот вот смотри на эти две локации да грубо говоря и через одну локацию ты увидишь локацию которая вообще никуда не вписывается не ну я имею ввиду на курсор получается вообще как не знаю какие-то пресеты для винды нет не так сказал там перышко когда при переходе на с одной локации на другое это явно почему перышко почему не да вот вот как вы в пейнт вставили фотку и калаш поверх до нарисовали вот графен я не могу понять в принципе вот этот вот я понимаю что они хотели какой-то глубок наверное сделать но это не глубок а хуйня на палке потому что где-то калаш где-то как бы ну вот где-то нарисовано пауэрпойнте бля слушай знаешь как мы тут недавно с лизой заморочились как сложно найти сходу анимации для этих для буков в пауэрпойнте теперь но мы нашли все-таки там моя любимая это вот спираль как когда вот так вот делает классная анимация люблю это делал вот водяной нам дал дырявая лукошка тут видимо какая-то не знаю блатная тюремная шутка должна быть и предложил набрать воду целая диалоговая система я смотрю диалоговая яблони можно поесть яблоко можно и мы это сделаем не имя губу губами курсором да а можно еще и потом физически это идет листья замечательные на этом деле да что-то такое из разряда дэдли приманишин если видел там открывающую сцена ты на рано вообще не играл не почему играл это это с опен волдом так это да да безумная игра с фрэнсисом йорком морганом как можно было назвать героя фрэнсис морган две миссии даже там прошел я тоже и снёс я закончил на том моменте где в морге начала твориться какая-то хуетение там блять просто я понял я не о чем не это не сказала бы что до морга не дошел но вот это вот где-то полно третья миссия но интересно очень коряво но интересно так ты должен собрать и съесть яблоко да да береза дает нам почему береза яблони с кленовыми листьями дает дает нам задачу сайт квест ликвидировать червяков которые жрут корни там и не дают ей нормально расти то есть если будут когда она нормально растет вот у нее яблок то причем пиздатых серебряных а серебряная яблочко нам может пригодиться это же квест мы же клептоманы мы должны брать все вот обрати внимание насколько размывается наша изначальная задача вот там в одном из перемотанных диалогов с водяным мы выяснили что у нас нет пера которым нужно подписать челобитная помимо того что кровью подписывай сука да кровью подписывай сука нужно чтобы эту челобитную подписали несколько вот это существ во первых сама баба яга то есть она сама на ее написала но не подписала почему-то это же чертовски логично на там русалка старичок боровичок и еще какие-то хуи короче должны подписать там увидишь дорогая уменьшил детей до дорогая уменьшил ваню а кстати обрати внимание на происходящее сейчас ну ёптвою мать это же этот руки это бука как называется на логотип буки зачем зачем здесь это ли не не это было как сделано ребята мы выпустим ваш игру будем издать либо и при условии что такая херня это знаешь как старых фильмах типа если вы возьмете вот мою там любовницу на роль там актрисы второго плана типа мы снимем ваш фильм бля подожди какой-то же фильм был реально когда чувак какой-то в общем директор какой-то мясной лавки или какой-то хуи ты там знаешь про спонсировал а да plan 9 from outer space это вуда его спонсировал мужик короче какой-то директор какой-то мясной лавки и он попросился в одну из ролей его взяли и он ужасен вот это что-то такое да и что зато тут целая система диалогов есть да тут стоят вот эти вот черви черви в виде ну обреженные как в иван васич меняет профессию о кают на все да это слушай так это не с яблони это не с яблони а почему тогда масштабы не соблюдены ты только сейчас этим вопросом задался почему масштабы не соблюдены в игре сатурн плюс возмутительно разговаривать уставом запрещено так почему ромашки на первом плане ниже чем блять листья на заднем плане или мухоморы блять вообще там просто гигантские потому что мухомор может большим вылезти да кстати условно съедобный условно съедобные создателями игры мы съедаем гриб поменьше чтобы вернуться в обратный размер это понимаешь такая отсылка к листья в стране чудес я смотрю ты спустился полишал и попиздел и вернулся обратно классно чувствуешь пользу до всего происходящего опять яблоко появилось чавкает грибами он не хуже чем в generation пи и пифанцев и в принципе тут какой-то такой привкус зеленого слоника аромат зеленого слоника витает так в плане видно здесь нельзя играть на волторны потому что нарисовано волторна я не разбираюсь волторна тут нарисованы или тубы или контрабас блин да я знаю что контрабас это струнный смычковый а может щипковый не щипковый это гитара щипаешь гитару изгиб гитары желтый я щипаю нежно да вот обрати внимание кстати вот здесь передний ствол слева хорошо нарисован он не нарисован а что это калаш он сфоткан вижу это изображение вся эта сцена мне кажется она построен как калаш и причем она единственная в игре такая то есть на заднем плане они задний план нарисовали отдельный ну здесь же нарисованы дели вас права нет тоже тоже определенно фотка то есть ну оно нихуя не нарисовано поэтому 13 художников за ногу я тебя уверяю что оно не нарисовано это это фотография она просто наколажено все остальное да нарисовано ну замок на заднем плане хорошо хорошо облачка то почти как в моровинде да да кстати моровинт в этом году даже раньше или мать 2002 а в смысле оригинал то да ну да представляешь я уже жопу отсидел но это так она еще не подгорает нормально чтобы пустить нас в город нам этот стражник предлагает задачку попасть в яблочко дескать мы притворяемся стрельцом а только стрелец может попасть в яблочко и искать вот если ты идешь в стрельцы ты должен в яблочко попасть это прям какое стадиссея ну в третье в 10 колец то попасть из лука и тогда ты одиссей да но только вот вот смотри что происходит какой я неловкий господи сколько текста ненужного так вот понимаешь у меня ощущение будто они узнали что им дадут актеров на озвучание да нет им просто сказали бля ребята меньше что пяти часов игру как бы мы не выпустим ну как фильмы есть же то есть определенный ценз для кинотеатров меньше часа 10 в кинотеатр по-моему не выходит да и больше двух часов тоже желательно не делать потому что не уместим в сетку тогда ну за исключением то ну как не фильм это больше трех часов не очень нет два часа больше двух часов это уже выходит за рамки оптимального формата вчера я ходил то что это фантастические твари 2 15 это исключение ну посмотри по всем фильмам вот 90 процентов будет входить от часа 30 до часа 45 при этом самое смешное что допустим этот блин мысль потерял а это как раньше альбом записывали он не должен быть больше 60 минут потому что на компакт-дик слезает 60 минут звука ну да грубо говоря или на кассету там сколько там 45 минут туда 45 минут сюда кажется ну на обычную кассету стандартно стрелу забили обратно я сделаю это у нее огонь сзади такой да это видимо вот эти вот оперение стрелы как она там правильно называется мне глаза мозолит кульсор а ты закрой их диалоги глубокие глубокомысленные да действительно ведь какие-то нехорошие люди называют это хорошей игрой блять я тебе больше скажу люди получают истинное удовольствие в этой игре то есть это как бы смешно у меня сейчас идет немножечко диссонанс потому что сейчас я как раз играю в red redemption 2 и год of war я тебе скажу что у меня даже после абсолютно тупого batman arkham origin в котором ну реально тупой сценарий но он хотя бы как бы цельный у меня даже после него бомбит неебический кстати бомбит гораздо больше чем у тебя потому что я наблюдаю это вот уже наверное десятый раз все эти сцены я я такое удовольствие получаю от этого ты не представляешь а если сравнить с какие-нибудь инди адвенчурами которые делали три-четыре человека вот например она в ауте в этом году проходил ее сделал по сути один человек ее писал и программировал другой человек и рисовал ну а по мелочи там все озвучка там и это мы ему не считаем Nein muzlo там написать да 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 muzlo написать это там третий человек друг говоря делал то есть два человека по сути сделали всю игру визуальную часть основной игра просто гениальное по сравнению с вот этим она сама по себе хорошая по сравнению с этим просто гениально и я сижу и думаю блять вот почему один человек может себе позволить три года поработать над игрой, да, и сделать хорошую игру, которую ну, запомнится. Вот мне она запомнится, да. А, блядь, вот какие-то пидоры, блядь. Не, подожди, ну, смешно, смешно же. Да, смешно. А мне тоже запомнится, Сатурнский плюс, да, то есть спустя 15 лет все будут помнить о том, что это сраное говно. Мне вот жалко, на самом деле, то есть я сейчас, к примеру, покупаю игру, ну, есть ряд игр, которые, в принципе, не нуждаются, там, в просмотре обзоров, там, еще чего-то, то есть там тоже самое, про Dead Redemption 2, я в первую играл, делал Rockstar, то есть априори игра должна быть охеренной. Ну, даже если она не будет вся охеренной, да, отдельные аспекты игры тебе все равно понравятся, потому что это блокбастер, там делают так, что что-то все равно тебе понравится. Вот, а допустим, берем 2003 год, я трачу свои кровные, сэкономленные на завтраках, потому что я тогда еще в школе учился. У мамочки, да. Да, у мамы взятые, то есть и покупаю вот это. То есть благо у меня тогда была PlayStation 1, первая, и библиотека игр там была достаточно обширная, причем качественных игр. Вот, то есть как бы и, да, пиратство в России процветало, поэтому диски там стоили по 100 рублей в то время, то есть точно так же, как и сейчас. Вот, но, блин, я потратил деньги, я купил, я хочу что-то, то есть вот у меня есть возможность, допустим, купить Metal Gear Solid или вот это, а стоят одинаково. Ну, справедливости ради, Metal Gear Solid тогда стоил чуть-чуть подороже. Да, он на двух дисках шел, потому что. Нет, он шел на одном DVD диске? Нет, 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 нет. Легальный, Русабитовский? Нет, Metal Gear Solid, я про первый имею, иду на первую плойку, он шел на двух дисках. А, ну да. И я-то про второй, который тоже уже вышел в этом году. Ну, он на вторую плойку шел уже. А я про ПК думал. Я думал про ПК, что Substance, он-то вышел тоже на DVD-шке от Русабит М, он стоил рублей 180 у меня. В этом же году вышло, а, в четвертом вышло Resident Evil 4, по-моему. Или в Коммана вышло? В четвертом же вышло. Блин, да к тому времени отечественных игр на выходило прекрасных просто от Невал, там, они понаделали кучу стратегий классных в 2013. Ну, противостояние, там, те же самые, там, пачка. Противостояние это турки, а Blitzkrieg, например. Да, Blitzkrieg, да. Operation Silent Storm, да, операция Silent Storm. А Jagged Alliance кто делал? Jagged Alliance канадцы, по-моему, SirTech, первые две части, а третью делали у нас. Но она вышла сильно позже, спустя года 3-4. Ну, там, в седьмом, восьмом. В любом случае мы упираемся. Да, мы сейчас смотрим древнюю игру, уже, блин, 15 лет игре, но, блин, 15 лет же назад выходили хорошие игры. Мне просто сейчас, сейчас-то ничего, собственно, толком не поменялось. Сейчас ровно так же выходят какие-то русские, там, выкидыши игры на ПК. Bloodline Кавказ какой-нибудь. Вот. И стоят по деньгам, ну, недешево. Вот на что рассчитываю? То есть у меня столько ощущений начинает появляться, что кто-то где-то отмывает бабки. Блядь, я вот, слушай, с женой ходили, как раз что-то прогуливались позавчера, по-моему, я как раз говорю, слушай, вот у меня ощущение, что вся деятельность воронежской компании Saturn Plus это какое-то отмывание бабла, потому что, ну, суди сама, да, то, что я нашел там какие-то интервью про их существование этой компании, да, темная история. Люди дали молодым пацанам, каким-то студентикам, да, деньги на компьютеры, на офисное помещение, аренду, идти посидите, работайте. То есть как бы зачем это делать, да, если ты не хочешь отмывать бабло или покрывать какой-то нелегальный бизнес? Так вот. Блин, в этом никакого, ну, рационального смысла нет. И по сути, вот у меня ощущение, что так оно все и было. При этом я бы понял, если бы такая игра вышла, и, к примеру, у нас бы было политическое устройство такое же, как вот в СССР. То есть ничего другого нет, играем в это. Ну, блядь, знаешь, мне кажется, в СССР просто какая-нибудь комиссия посмотрела бы на это и сказала, блядь, что это за хуйня, давайте сделаем нормально, блядь. Или идите нахуй. Нет, ну я вообще имею в виду, то есть если бы вы жили в каком-то вакууме. В Северной Корее. Вот, блядь, вот там гонки сделали. Ну, то есть выбора тупо нет. Выбора? Тогда бы еще, ладно, я бы еще как-то мог это схавать. Но, блин, выбор же уже тогда бы, уже тогда же журнал Игромания выходил, там. Да, блин, в конце концов, есть русские квесты неплохие. Есть тот же гэг, там, например. Василий Иванович, там, Петька. Да, Петька и Василий Иванович. Ну, ладно, там тоже с диалогами проблема, там, такой словесный понос, что просто жесть. Но там, как бы, стилистика лобка соблюдена пародийного вот этого вот. Да, не знаю, братья-пилоты тогда уже были. Братья-пилоты вообще шедевр просто недосягаемый, при том, что он проходится за час, да? Ну, не считая головоломки с холодосом. Не считая головоломки с холодосом, да, которая, да. По принципу инвертированных крестов, обязательно загляните на наш канал, чтобы найти прохождение этой головоломки. Ты будешь смеяться, но, блядь, у меня там несколько комментариев лежит, типа, у меня не работает. Пиздец, как может не работать, блядь, одна и та же идентичная головоломка? Да нет, там, блин, она работает, ладно. Она работает, люди, она работает, поверьте. Смотрите внимательнее. Я вообще тут как-то просто смотрел эти... Я тебя что позвал-то? Смотрел старое говно, ну, как оно там поживает на этом, на канале, да? Вот, нам нужно, чтобы подписали домовой, старичок-боровичок, леший, бабайка и русалка. Это очевидно, русалка, да? Нет, это водяной, он нам вообще нахуй не нужен, по большому счету. То есть он нам тупо дает решето. Сейчас мы увидим... Это старичок-боровичок, очевидно. Сиськи. А, ну я их быстро зацензурил, а? Ты не успел? Я пока для его потом пропущу этот ролик. Да, обязательно. Это же куда проще, чем просто найти на ютубе прохождение другого человека. Да, и... В общем, беда. О чем я говорю? А, да, старые видосы смотрел, и смотрю в очередной раз, что Blade Runner напихали, блядь, дизлайков в три раза больше, чем лайков, мне так нравится. Я вообще все видосы, которые там 2015 и ранее уже даже просто не смотрю, что там с ними происходит. Там какой-то хрен мне там напишет что-нибудь, типа... Да вы книгу желязно-то и не читали, пидоры? Я не читал. Блядь. И чё? У меня тут вот три книги лежат, блядь, ну в смысле Хроники Амбера в трех, сука, редакциях лежат, и в том числе в оригинале. Не, я не читал. А железная логика, кстати. Желязная, я бы сказал. Берем, допустим, не знаю, фильм «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта. Да. Берем книгу... Мечтают ли андроиды об электроовцах? В электроовцах, да. Филиппа Дига. Филиппа Книгра Дига. Читаем её. Блядь, ничего общего. Вот реально ничего общего между книгой и фильмом нет практически. Кроме, скажем так, ну, наверное, общей локации. Такой, ну, такой бэкграунд. И то нет. Потому что в книге там мир уже умирает, все сваливают в колонии, кто может, а всякие дегенераты как бы остаются на земле. В том числе и Декард. При этом книга прекрасная и фильм прекрасный. Кукушка, кукушка. Ну, ладно, хорошо. Фильм на любителя, ну, вот мне он очень нравится. Да и книга на любителя, по большому счёту. Ну, я её прочитал не без удовольствия, скажем так. Я тоже. Я тоже. Бегущий по лезвию. Ой, не Бегущий по лезвию, это Бегущий Человек. Книга Стивена Кинга и фильм. Вообще ничего, ровно ничего общего. Да. Там даже стилистика и даже мир другой. То есть, абсолютно разные вещи. Фильм для того времени, ну, прикольный боевичок. Книга, ну, прекрасная. Мне понравилось. Ну, не то, чтобы там шедевр там, ну, такой. На вечерах почитать нормально заходит. Тоже, опять же, ничего общего. И чё теперь? То есть, допустим, если игра говно, но я не читал желязное, то я не могу делать выводов об игре? Знаешь, до чего вы доебались? То, что я забыл, что, блядь, порода собак, которые вот у бабы, которая в самом начале, ну, сестра главного героя Флора. Я забыл, что это ирландские волкодавры. Это значит, что я, блядь, всё забыл, очевидно же. То есть, я вообще ничего не знаю. Я говорю, я книгу не читал, допустим, но это мне даёт возможность взять вывод о том, что игра дерьмо. Взять тот же самый «Властелин колец». Я, когда смотрел первый фильм в 2001 году, я книгу не читал. Да. Я охерел от фильма. Это мой любимый фильм. У меня есть трилогия 12-дискового издания. В iTunes куплены все фильмы режиссёрские версии. То есть, как бы, вот так вот у меня. Фанбой. Да, и книгу я перечитываю, ну, вот в этом году ещё не читал, но вообще, наверное, почти каждый год. Вот. И потом я уже после просмотра первого фильма прочитал всю книгу, потом уже второй, третий фильмы посмотрел. Они, ну, как сказать, очень много вырезали, там у Толкина всё поинтереснее, покруче, но, опять же, я и книгу люблю, и фильм люблю. При том, что они, как бы, ну, очень много расхождения имеют. То есть, я могу оценить, допустим, фильм, потом книгу и так далее. Здесь, получается, я книгу не читал, наверное, не буду, потому что мне она неинтересна, как, ну, произведение, скажем так, мне железное мало интересует. Да. Вот. Но при этом я могу однозначно сказать, что игра говно, потому что она говно. Потому что игра говно. Геймплей дерьмо, картинка дерьмо. Загадки дерьмо. Загадки дерьмо, озвучка дерьмо. Всё. Это четыре составляющие, по сути, любой адвенчуры. Это картинка, приятная глазу. Это механика игры, геймплей. Это озвучка. Это диалоги. Слушай, хорошо, что ты ещё, блядь, не столкнулся с управлением непосредственно. То есть, только с моих слов, когда я тебе говорил, что там... А, ну управление, да, упустил. Пятое. Ладно. Пятое. Курсор липнет, сука, как в варенье, блядь. Вот просто настолько он отвалился. И это, блядь, не потому, что я такой мудак не запустил непосредственно, блядь, через эмуляцию до АС-4ГВ, как мне сказали, блядь, ты чё, сука, если ты не на том же компьютере играешь, как на тех временах, то ты вообще, блядь, считай, не поиграл. Я такой, ну охуенная логика, блядь. Если человек спрограммировал через жопу, то мне, чтобы доказать, что он через жопу спрограммировал, мне нужно, блядь, сука, купить такой же компьютер, блядь, на котором он разрабатывал. Охуительная логика вообще, блядь. Сука, вот, блядь, вот этот Мерседес, который я купил, ну он, как бы, блядь, сраная рухлядь, как бы, да? Но чтобы доказать, что он сраная рухлядь, я должен поехать на завод Мерседеса, покататься на их тестовом Мерседесе и сказать, нет, блядь, вот он точно сраная рухлядь. Так это то же самое и с сыграми. Вот, ну что это, блядь, такое? То есть у нас... Сейчас будет, подожди, подожди, сейчас будет вторая анимация из трёх. Смотри, ручная, между прочим. То есть тарелка ручная, там было какое-то... Вот опять ручная. Вот там вот был неплохой даже кадр. Да, да, да. Прекрасный был кадр, когда он вот налетал на камеру. А теперь забудь о них, о прекрасных кадрах. То есть могут же, то есть если бы в такой стилистике нарисовали игру, это вот показательно была Cuphead, недавно вышла. Да. В рисованной стилистике мультиков 30-х годов, не Disney. Да, они могли бы сделать анимацию а-ля как флеш-анимация, что всё гладенькое, да, но нихера не похоже на симуляцию анимации 20-х годов. Но вместо этого они, блядь, запарились и каждую анимацию вырисовывали ручками. Здесь то же самое. То есть человек, вот он нарисован. Если бы у него была прорисована нормальная анимация, как в мультиках, и бэкграунд был сделан не на компе, вот это дешёвое... Говно. Говно, да. А также прорисовано вручную. Это бы уже даже смотрибельно было с точки художественной точки зрения. Я, конечно, не претендую там на лавру художников, но это было бы хотя бы красиво. Да, и понимаешь, ещё не то, чтобы здесь требуется что-то такое выдающееся, да, то есть герой, он же не делает никаких супер-выдающихся анимаций, которые, блядь, вот требуют невероятное количество усилий. По большому счёту он что-то подбирает, то есть нагибается или тянет руку. И стоит базарит. Ну и ходит. Всё. А остальные анимации крайне редкие. Почему лягушка анимированная, нарисованная? Вот, блядь, почему? Остальное всё это просто вырезанная откуда-то картинка. Ты ещё задаёшь вопросы. Что это за ровно? Я никак не могу прокомментировать это. Ну, блин, мне непонятно. Русский квест. Я могу сказать, блин, русский квест. Так эти русские же тоже, вот тот же самый Петька Василий Иванович, там-то же всё вручную нарисовано, насколько я помню, в первом, во всяком случае. Да. И прекрасно смотрится. То есть, да, не шедевр графики. Не шедевр. Но он смотрится органично. Да. И приятно глазу. Да. Глаза не ебутся от этого. Ну, тут зато ебутся, блядь, во все стороны. Просто. Вот что, блядь, за хуйня происходит? Сука, пляшущая, блядь, полена у нас, из которого мы сделаем потом Буратино, спойлер. Тут есть Буратино, тут есть Карлсон, тут есть Мальвина, тут есть Мальвину и будет дрючить Буратино. Это очень важно. Это, знаешь, это зачатки Ведьмака. То есть тоже всех, со всех сказок понапихали. То есть, Ведьмак же там что там вроде бы... Вот сейчас ты Сапковского просто опустил. Не, ну что, если кратко, Ведьмак же это славянская фэнтези, но там в том числе понатаскана из мифологии, там, допустим, скандинавской кто-то. Там те же самые сирены, к примеру, уж явно это не славянская. Ну, это греческая, да, вообще. Да, это вообще греческая. Одиссея вот эта. Там, Эхидна та же самая, тоже греческая. Не знаю, тролли, к примеру, но не было в славянской мифологии тролли. Это северная мифология. Это как раз, да, северная мифология. То есть, это скандинавы там. Да. Вот. То есть, как бы и здесь тоже, блядь, сказки русские, сказки итальянские. И то, причем даже это не сказки, то есть, колоди же это все-таки реально писатель. Там, или тот же самый Карлсон, все-таки это тоже реально писательница. Не, ну они писали сказки. Это что за говно? Это сколько там диалогов, вариантов было? Это нужно угадывать мелодии. К своему позору первую мелодию я там совершенно не угадал. Ну, блядь, меня это вообще не ебило, честно тебе сказать. А потом я еще этот, к сожалению, День рождения только раз в году, вот там идиотский кислотный ремикс играл. Я просто промахнулся диалоговой векой. А мне интересно, авторские отчисления не платят? Мне неинтересно. Нет, просто, допустим, в Стиме даже некоторые игры убирают, потому что как бы заканчивается авторское право. Ну, ты знаешь, самый главный сказочный копераст Успенский у нас уже помер недавно, поэтому как бы... А, да? Да. Я что-то упустил этот момент. Он где-то пару месяцев назад помер. А, да? Да. В этом году что-то все вообще мрут, как мухи. Ну, Стэн Ли. Стэн Ли, Стэн Ли, Стэн Ли. Ну, Стэн Ли ожидаемо было, потому что жена недавно умерла. Так ему сколько лет-то уже, господи. 96-й год ему шел. Ну, то есть как бы дед пожил. Дед пожил. В Твиттере даже ретвитнул, то есть дед нормально пожил, то есть тут как бы в принципе это ожидаемо. И я сомневаюсь, что он там огромное участие принимал на сегодняшний день в рисовании комиксов и сюжетов, сочинений. Там уже старческая деменция, как бы, я думаю, не позволяла. И понимаешь, когда вот все это превращается еще в то, что, ой, вы знаете, он тут еще домогался медсестры, то есть он за жопу там полапал. Ну, бля, извините, 95-летний старик, что он там может полапать? Ну, вы, блядь, может, у него уже деменция просто реально? Вы губа-хотеп посмотрите в конце концов. У вас, может, какие-то мысли возникнут, как бы, о том, что там творилось. Это на самом деле в голове у престарелых людей, как бы что-то происходит. Подожди, опять лягушка была прекрасная. Да. Гигантское семечко сейчас посадим между тремя лопухами, потому что... Осеменим, так сказать. Осеменим, да. Тут как бы с осеменением тут полный. Опять, вот отлично рисованный подсолнух был. Анимация. Да, не 24 кадра в секунду. Совсем не 24 кадра в секунду. Но хотя бы прикольно. Она была оригинальная, хотя это была анимация. А тут у нас топорик. Возьму-ка я этот топорик себе. Я просто кашу наварит, да. Может, дров нарублю? Не наварит. Ага. Топор. К слову о топоре. В God of War у меня главное оружие — это топор-бумеранг. Точнее, не бумеранг, а возвращающийся как молот Тора. Сюжетная пока что... Да, только топор. Супер. О, опять же. Ну, почему там была вначале фотография... Ну, ладно, может быть, не фотография, но... Фотография. Редаграфика. Да. В каком-то редакторе нарисованная. И чувак нарисованный в пейнте. Ну, не пейнт, но ладно. Потому что, блядь, единство стилистики для воронежских парней — это, блядь, вообще... Блядь, когда директор игры у тебя Александр... Этот, Никоноров, блядь, что ты хочешь? Этот мудак, сделавший девять Принцев Амбера. Вы оскорбляете столь-ли. Я хотел сказать... Ты гнобишь российский геймдев. Из-за таких, как ты, у нас нет развития. Гнобить труп невозможно. О чём ты? У нас... Вот я посмотрел последнюю новость из российского геймдева. Это назвали дату выхода Beholder 2. Это что такое? Ой. Это... Про стукача. Где ты, короче, управдом, и подсматриваешь за жильцами квартиры. Только Эль Рояль на минималку. Зачем? Затем. Не, ну могут же. Могут делать нормальные игры. У нас есть хорошие талантливые программисты. Ну есть же. Художники есть талантливые. Да есть, есть. Понимаешь? И при этом самое убойное, что бюджет-то не нужен. Да. То есть если раньше, допустим, вот я сейчас читал недавно Final Fantasy, этот фильм первый, мультфильм полнометражный 2001 года. Да, Духи внутри. То есть почему у него такой бешеный бюджет огромный? Потому что, блин, чтобы тогда нарисовать такую графику и все это дело отрендерить, и чтобы это все работало, нужно было миллион компов. Суперкомпьютеры, да. То есть нужно было миллион компов, которые стоили до хера денег. Сейчас у меня дома стоит машинка 2003 года, на которой работает Unreal Engine 4. 13-го. Да, 13-го года. Unreal Engine 4 у меня работает. То есть, ну да, возможно, надо видеокарту там помощнее поставить и процессор посвежее. Да хер с ним, там, движки игровые там, что Unity 5 работает. Да в конце концов можно взять AGS Engine и собрать на нем какую-нибудь херню. Если просто вложить в этот труд, то получится хорошая игра. А он пойдет на любом тапке вообще. Так вот, и даже взять 2003 год, ну ебаный ты хуй, к тому времени уже делали Half-Life 2, он вышел, по-моему, в четвертом году вместе с Doom'ом. Да, да, да. И Doom 3 вышел тоже в 2004 году, если я правильно помню. Да. Обрати внимание на два хуя справа. Да, нормально. То есть это как бы проходы, но когда я проходил эту хуйню, Лиза зашла так и говорит, о, члены. Я такой, так, стоп. А потом только увидел, что да, действительно, если посмотреть, это как картинка типа, что вы видите, вазу или женщину. Ну тут две залупы, это гарантированно вот просто. Расписные. Извини, сбил с понталывку. Под хохлому. Нет, это татуированные. Русские народные хуйцы, блин. Татуированные. Кстати, два хуя там будет в следующей локации. Ага. Не, в переносном смысле, конечно. Вот. И ведь кто-то же это защищает. Да. Я тебе гарантирую, что не пройдет и двух месяцев, например, как у нас парочка комментов нарисуется, типа, вы, блядь, пидорасы, это же отличная игра, блядь, игра моего детства. И если она, блядь, хуёвая, то это не значит, что она хуёвая. Вот мне нравятся эти аргументы. Типа, вот игра полное говно, блядь, вырви глаз, вырви мозг, вырви ухо, но при этом, как бы, объективно она неплохая, потому что я... Я теперь на каждом экране вижу залупы, извиняюсь за выражение. Это хорошо. Ты начинаешь, это как в They Live Карпентера, когда ты надел очки правды, да, как бы, и у тебя всё чёрно-белое, но при этом видно надписи, что, типа, потребляю, размножаюсь, спи, ма-а-а, то есть инопланетяне-рептилоиды, как бы, устроили нам капитализмус глобальный. Вот тут тоже нам устроили, как бы, глобальное подчивание, глобальное подчивание хуйцами, то есть прямо вот, я, потому что уверен, что это целенаправленно, ну, вряд ли 13 художников-аниматоров не могли не знать, что они... Да, не, могли, могли, ну, вспомни фильм, допустим, этот, как бы, Шхемалановский, да, Повелитель стихий, то есть, прическу сделали. Пеннис-хэр. Сомневаюсь, что они хотели, так, ну, здесь и пенисов вроде не вижу. Ну, это так, сразу же. Ну, хорошо. И при этом, допустим, если говорить вот про такую графику, допустим, 98-го года, 97-го, там, Resident Evil 1 и 2, то есть там идёт трёхмерный персонаж, и бэкграунд идёт статичный, отрендеренный заранее, то есть, ну, там же это выглядит хорошо, потому что единство стилистики, потому что они знают, с каким инструментарием они работают. А тут смотри, разрешение 800 на 600, у тебя есть движок, ну, который, чё греха таить, он как бы нормальный по сравнению с Девятью Принцами Амбера, то есть я не испытывал таких залуб, да, вот как при игре в Девять Принцами Амбера. Амберированный таракан нормально смотрится. То есть в это можно в теории вложиться и сделать что-то, то есть, ну, сделать его разрешение поменьше, если вы не в состоянии 800 на 600 осилить, сделайте 640 на 480, это ещё не критично. По тем временам нормально будет. Да. PlayStation, по-моему, 640 на 480. Блядь, я в Anavaut играю, там, 320 на 240. В Lamplight City я играю, там, 320 на 240. Это игры, вышедшие в этом году, и я считаю, это отличные игры. Сейчас тебе набегут это, потом комментарии скажут, ну, вы не сравнивали, ёб твою мать, это убийство. Нет. Спойлер, нет. Это, тебе скажут, блядь, чувак, это был 2003 год, мы играли во что могли, а типа сейчас-то чё там, ты вот сравниваешь, тут куча народу, ну, тогда были железом слабее, а тут один человек это всё может сделать. Тогда тоже мог. Прекрасно мог. Во-первых, тот же AGS уже был, и уже 4 года он уже существовал на тот момент. Во-вторых, если у вас есть, блядь, хотя бы маломальский сносный программист, написать движок для квеста, извините, это не, блядь, не квантовая физика. С нуля можно написать. Я в геймейкере движок для квеста, хотя геймейкер не предусмотрен, он не создан для квестов. Да, в основном он создан для аркадов, да, двухмерных аркадов. Хотя некоторые злащенцы даже 3D игры на нём делали, но это ладно. Я в геймейкере сделаю движок для квеста, точнее, это уже игровой движок, я сделаю полностью рабочую среду для того, чтобы сделать квест. Разница в добавить только анимированных персонажей и сюжет с диалогами. Ну, видишь, даже с учётом того, что ты будешь использовать готовый какой-то SDK, то есть тот же геймейкер, это уже что-то, какой-то инструментарий. Но даже если, блядь, взять C, в конце концов, язык, там не требуется знания, вот опять же, каких-то, блядь, математических высших истин, да, чтобы написать простейший движок, который потянет квест. Так, да. Вот, блядь, ну ничего тут не требуется. Тут даже задачек на время нет. При этом самое смешное ведь, я так понимаю, квесты же до сих пор какие-то наши выходят. Наши? Да. Кто-то же делает, наверное. Hidden Objects, наверное, выходят какие-то. Прям такие, чтобы квест-квест наши. Ну, сейчас весь наш геймдев на самом деле ушёл в основу в мобилки. В мобилке фри-то-плей аркады некоторые делают. И лутбоксы. Да, и всякую обскурную хуету, вот типа эти Ice Peak Lodge, которые Мор, Утопия, вот это вот Параша. Кому-то это ещё нужно? Так там, ты чё, этот, как его? Её же переиздавали сейчас. Дыбовский вспоминал, господи. Дыбовский же сейчас преподаёт курсы геймдизайна в каком-то там высшем учебном заведении. Я, блядь, сижу и думаю, сука, у них, блядь, геймдизайн, ну вот их игры, это, блядь, неиграбельное говно. Ну да. То есть изначально на стадии преподавания тебе рассказывают, как сделать неиграбельное говно. Это культовая игра. Да, блядь, культовая в определённых кругах. Любителей говна неиграбельного. Пожалуйста, играйте, я же вам не запрещаю. Обрати внимание, подобрал семечки, а у меня в инвентаре подсолнух. Сука, логика вообще. А насыпал какой-то жмых вообще. Курицу заломала аж. Ну а под курицей было ядро. Она ядро высрала? Высидела ядро, да. Неочевидно, кстати, она его так высрала всё-таки, или это оно там было, она его просто высиживала. Непонятно. Ну а ядро у нас, тем не менее, есть. Ядро нам понадобится, чтобы пальнуть из пушки. Ты прохождение, видимо, читал. Конечно, читал, блядь. В эту хуйню невозможно играть без прохождения. Я бы проходил их часов 20. Причём не потому, что я такой тупой, а потому что тут выстроена система, опять же, прохождения. Невозможно играть. То есть, как делают современные квесты? Все вот эти ошибки старых квестов учтены, когда здесь вот что? Огромные локации, в которых ты можешь ходить где угодно, подбираешь предметы, ты совершенно не понимаешь, что ты делаешь. Некоторые диалоговые опции у тебя возникают до того, как по сюжету у тебя этот вопрос возникает, в принципе, у главного героя. То есть, он не может даже знать о том, что он должен вот это спросить. И, блядь... Ну, ладно, это не будем критиковать. Это проблема большинства квестов тех времён. Да, и сейчас, когда я смотрю квесты 2018 года, когда, блядь, люди... Один человек, сука, пишет диалоги умнее, да? Когда всё вот, ну, нормально сделано. Конечно, можно сказать, что... Ну, блядь, эти квесты простые. Теперь не нужно думать, какие предметы подобрать, какие применить. Блядь, извините, но я лично в жизни вот люблю, когда я, например, чтобы куда-то съездить на общественном транспорте, я захожу на остановку, покупаю, заходя в транспорт, билет, ну, или оплачиваю проезд, если это маршрутный автобус, да? И выхожу, как бы, да, доехав на место. Я не хочу, блядь, выпрыгнуть из окна, накопать денег в огороде, блядь, позвонить президенту, украсть, не знаю, там, блядь, двух... Похитить двух детей из школы, да? И на них уехать в центр, блядь, я не знаю. Ну, то есть, вот почему я не имею права? Ну, ладно, нет, это проблема всё-таки большинства квестов, не только наших, но и этих... Зарубежных. Зарубежных тоже, Сьерра там. У меня будет отличный пример, заканчивай мысли или... Вот, поэтому это ладно, тогда просто мысль была немножко другая. И, собственно, это, опять же, искусственную игру растягивало. Когда у тебя выходит тот же самый резидент, взять, в чём его там очень большая проблема, бэктрекинг. Да. То есть, ты ограниченным инвентарём и безлимитным ящиком создаёшь поле для бэктрекинга, бешеное просто, которое, ну, вообще, спидран уже есть, весь этой игры там за час копейками пробегается весь там, с учётом всех этих условностей. Вот, то есть, так же, как и эти, собственно, квесты, если скипать все диалоги, пролетаться будут там буквально за час. Да. То есть, это ладно, это... Ну что, инфузори! В отличие от того, что там резидента четвёртого, который, ну, уже там именно геймплейно был там, блин, больше, чем на 10 часов. Или вот сейчас там то, что игры делают, там, в основном геймплей, за исключением этих квантик длимы и же с ними. Да. Да, они линейные, но при этом ты чувствуешь, что сюжет, как бы, его, блядь, не взяли вот кучу идей, нагромоздили и выкинули, блядь, такую помойку на тебя, типа, разгребайся сам. А тебе взяли и выстроили историю какую-то. Не, ну здесь-то истории нет, это очевидно. Ну, блядь, очевидно, конечно. Здесь просто взяли идеи с помойкой. Здесь нет истории так же, как и в последних Мстителях. О-о-о-о! Bad Hurt Incoming! Ну и в Звёздных Войнах последних, чего уж там. О-о-о! Double Bad Hurt Incoming! Да и в миссии невыполнимой пятой, шестой, шестой, извините. Triple Bad Hurt Incoming! Мульти-комбо. Тун-тун-тун! Хонт. Просто, да. Ну да, этот год просто очень беден на фильмы. Крайне хуёвый год. Что можно говорить о годе, где топ-3 фильмов это ничего хорошего в отеле или рояль, Джуманджи и Сикарио 2. Да, то есть, блядь, это вот настолько пиздец. Причём я уверен, что как-то в немалой степени это вызвано тем, что хорошие фильмы большинство либо не дошли у нас до кинотеатров, либо прошли настолько незаметно, что просто, ну вот, было и нет. Дайк просто не выпускают. Да, а все крупнобюджетные, которые... Стой, извини, перебью. Я вижу карту короля, которая по-любому была отфоткана. Да. Да. Причём король червей. Да. Отсылочка даст. Да, понимаешь? Идея, идея. Да, это даже, да, это хорошо. Зато посмотри-ка над головой этого червя-мошонка. Да. Ты вернёшься ещё в ту локацию? Да. Вот обрати меня, как думаешь, что это такое? Это мельница. А знаешь, где эта мельница находится? Эта мельница находится у Бабы-Яги на полке, та мельница, в которую мы батарею пихали. Да. А почему? Если ты зашёл... Потому что нахуй иди, вот почему. Сатурн плюс. Это телепорт. Фигня какая-то. Наверное, что... Это... Причём это похоже, вот, кстати, на ошейник, знаешь, это вот BDSM-игрушки. Да, да, да. А там сзади что за масса нарисована? Мука написана. А, да, это... Ну, я лука читаю, но написано вроде мука. Да, мука точно. Лука-му-дищев, блин. Сука, я уверен, что это вот что-то... Что-то из этого. А ну заводись, кому говорят. Кстати, я всем рекомендую вот на движущуюся шестерёнку другую шестерёнку попробовать поднять, и что получится из этого. Попробуйте, попробуйте. Такого распилить должно быть. Блин, всех должно быть. А здесь может умирать персонаж? Во, посмотри, над головой червя мошонка. Да. Но на самом деле это мантия. Не-не-не, там именно сердце перевёрнутое очень похоже на мошонку. На жопу. Нет, на мошонку. Ну ладно, ладно, на мошонку. На мошонку быка. Болсак. Знаешь, в Гриффинах была смешная шутка, которая абсолютно проебалась в переводе. А нет, не в Гриффинах, в Симпсонах. Когда Гомерс попросил, говорит, назови мне хоть какого-то писателя, который там не пользовался чем-то, чем-то, чем-то. Она говорит... Марш говорит, ну, Бальзак. Он говорит, Марш, ну если ты не знаешь никого, так хоть не ругайся. А это шутка, потому что... Болсак. Ну, Болзак, да. То есть, мошонка, короче, звучит очень подозрительно похоже на мошонку. Это, заметь, черви нарисованы очень похоже, как рыба в мультике советском «Глубокое сине море» или что-то такое? Я думал, «Глубокое сине море» это фильм буржуйский. Нет, ну как это там? Где песня Антонова ещё? Море, море. Ну, погоди. Не-не, а, не-не, ну погоди. Там, блин, где ещё песню поёт рыба? Точнее, тётка с головой рыбы, русалка с головой рыбы. Я очень плохо разбираюсь в советской мультипликации. Зачем это, в 80-е годов вам перестойка была. А, ну, блядь, в этом я вообще хуёво разбираюсь, честно тебе сказать. Кстати, я, знаешь чё, я тут пару дней назад начал смотреть охуительный румынский гангстерский боевик. Нет уж. Я тебе говорю, он охуенный. Он реально охуенный, он не хуже отступников. То есть, там, во-первых, клёвый фанковый саундтрек. Он 1972 года. Там клёвый фанковый саундтрек. Я не люблю старые фильмы. Там перестрелки практически в стиле Джона Ву. То есть, там, блядь, пистолеты ебашат, как с гаубицы. Все ебашат со всех сторон. То есть, суть в том, что антураж, это после Второй мировой, только-только закончилось, 45-й год. Румыны же, как бы, они уже успели послужить и нацистам, и, как бы, и освободителям. И, значит, там бандосы, короче, всех грабят. И, значит, стандартное ограбление ювелирки, блядь, посередине этой сцены въезжает танк, блядь, у бандоса, и у полицейских глаза как по пять копеек. Такие, что за хуйня? То есть, представляешь, уровень абсурда. Там в начале... Подожди, куда все делись? Они все пошли в ту комнатку, в которой журнава, и всех распилило нахуй журнавами. Мы убили всех червей. Вот сейчас последнего убьем. Вот, слушай. С перспективой проблемы в игре. Два. Три. Как будто кто-то пёрнул просто. Это... Ты уже выходишь на одну волну, да? Какой рейтинг у игры? Не детские сказки. Не детские? Не знаю. Хочешь, я этот диск покажу? Ой, заодно посмотрю, запись вообще идёт. А то сейчас будет прикольно. Зависуем пиздин в пустоту. Не, заново это не буду смотреть. У меня для тебя две новости. Плоха и хорошая. Извините, это пуфик. Это не черви. Вот, да, таким образом мы... Особенности игры. Классический рисованный квест, повествующий о благополучном разрешении конфликта, возникшего между героями западных и русских народных сказок. Где здесь персонажи западных сказок, блядь? Будут, Саня, будут. Будут. Потерпи. Вот, мы взяли червяка, свернули его. Подождите, более 50 игровых сцен, выполненных в высоком разрешении. Ну, 800 на 600 высокое разрешение. Оно выше, чем более низкое разрешение. 400 на 480. Конечно, да. Конечно. Увлекательный сюжет и тонны юмора. Тонны юмора. Они, кстати, не обманули. Тонны юмора тут есть, просто он хуёвый. Если это не пороховой склад. Преимущественно черного, кстати, юмора, да. Угу. Мы попали на пороховой склад. Причём самое примечательное, что здесь есть пара кадров из игры, и вот на коробке они смотрятся не так херово, как... Потому что скриншоты размером со спичечный коробок. Обрати внимание, это пороховой склад. Да, мы пошли вот из потайной дверцы с королём червей. Ага. А потом запомни, где этот пороховой склад будет, так сказать, в обычном размере. Он снова вырос. Или это у меня... Просто посмотришь потом. Да, всех червей мы... Геноцид червей устроили. О. Яблоньки сразу полегчало. А если эту яблоньку ещё и... За что нам даст серебряное яблочко? Ну не сразу, а спустя 50 диалогов о том, как она не хочет нам на самом деле давать яблочко. Шлюха. Да. Ну, кстати, у неё листья стали более похожими на... На яблоню, да. Да, даже на берёзу сейчас, мне кажется, больше похоже. Блять, хуй знает. Не, такая анимация шикарная. Мм. А, это ты... Это я ускорил, да. Но просто в медленном варианте оно вообще адски смотрит. Мне кажется, это какой-то угрозы эпилептикам несёт. Дорогие друзья, если вы подвержены приступам, лучше не смотрите. Вообще, если вы подвержены приступам чего бы то ни было, эти видео лучше не смотреть. Я рад, что это... Тут, кстати, как это, как достоинство игры на коробке указано, знаешь, что ещё? Более 50 игровых сцен. Да. 50. Более 50. То есть, возможно, целая 51. Угу. Локации. Ну, пиздец, игровая сцена — это локация, насколько я понимаю. Я всё время в связи с этим вспоминаю, как и рекламу Star Wars Republic Commando, когда заявили о том, что там более 14 локаций. Как-то так. Блять. Вот охуенно. Кстати, игра была неплохая. Да. Шутан, да, очень бодрый. Вполне я с удовольствием его проходил в своё время. Многие хвалят, да. Я, правда, не играл, но я охотно верю. Она у меня даже где-то на компе валяется. Да, на короля червей мы словили. Ага. Рыбку. Чего тебе надо? С омерзительной озвучкой! Ну и зрени студент. Ага. Окей. Ладно. Я понял, ты тоже это надеял, ты решил мотануть. Да, так со всеми диалогами. Так вот, если говорить о хуёвых примерах квестов, которые до сих пор делают, буквально на днях вышла девятая уже, ну, хронологически даже не девятая, а дальше часть Ларри. Помнишь, Ларри первого мы проходили? Я даже больше скажу, я в какого-то Ларри играл, где племянник был его главным героем. В трёхмерную ты играл. Да-да-да, в колледже. В уже омерзительной части, так сказать. Ну да. Последняя, и, по-моему, первая приличная была, это седьмая. Love for Sale, которая... Хорошо нарисованная анимация, там ещё смешной курсор, кстати, был. Такой прямо вот в антураж вписывался. Это был такой гондончик, то есть просто презерватив в пачечке, а если на активный предмет, то это как бы нахуй натянутый гондон. То есть хуя не видно, это как-то человек-невидимка, да? Но именно видно, что это натянутый гондон на активный предмет. Ну, слушай, знаешь, как стыдно было играть, если при родителях. Практически как гэгбой в гэге. Так вот, эта часть Ларри, её делали немцы. Блядь, такое комбо. А в Германии с геймдевом, видимо, кроме КрайТека тоже всё плохо. Да, и там Депони, но я тоже это на любителя. Я лично вот как-то... Никак. Квесты, я считаю, что лучше американцев не делает никто. Ни то ограниченного круга американцев. Ограниченного. Ну, нет. Нет, не обязательно. Я говорю, вот Инди, чуваки делают хорошо. В Эджетай делает хорошо. Причём видно, что у него именно растёт качество с каждой игрой. Господи, ты когда все локации быстро пробегаешь, так потешно смотрится? Слушай, оно и в скорости один, так сказать, один к одному. Вот, вот это один к одному. То есть он тоже так же потешно семенит ножками. Быдлокузнец особо не хочет с нами сотрудничать, но если мы дадим ему монетку, он даст нам гвоздь. Нам нужна отмычка, чтобы попасть в соседнюю хижину. Нахуя мы ещё не знаем? Это классно, да? Вот мне всегда нравится решать задачу. Шутеечка, они у меня на сберкнижке лежат. Ну так смешно же, чё же вы не смеётесь-то? Сберкнижка. Тут сказка, а он про сберкнижки. При этом в сказочном антураже есть замечательнейшее кино. Русское, кстати. Да, да, да. Последний богатырь. Да, мне он даже понравился. Ах ты, говноёв. Диснеевский смотрит. Не, это ж не надо. Хороший фильм. Ну, не без косяков, естественно, но хорошо уже. Да, даже хорошо. Не средний, а хорошо. И мне понравился, и жене понравился. Не знаю, отечественный кинематограф для меня как-то вот так вот. Как звук девочки из звонка. Из проклятия. Из проклятия, да. Так вот, это тот самый... Проховой склад. Да. Классно, да? То есть он был под яблоней изначально? Ну, нет, это не под яблоней, ты не понимаешь. Это была, как сказать... Разветвлённая система порталов, как в Prey. Да, да. На самом деле, червяки — это инопланетяне из Prey. Это единая мультивселенная. Всё очевидно. Дело закрыто. А карты используются для того, чтобы как бы это... Перемещаться между мирами. Блин. Так, это попугай, да? Он сказал, пошутил, типа, шутканул. Да, да. Сейчас я тебя попугаю, попугаю. Попугай, вот это ответил попугай, достал пулемёты, как расхлечил всех. Я знаю, такой... Знаешь, эти были приколы, типа, когда ты пишешь что-то спокойным, да, у него как-то начало фразы, а потом заканчиваешь всё капсом, типа... Много скольных знаков, один, один. Да, 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 да. Вот эта шутка была и про попугая. То, что там... Сказал попугай, попугай, и сейчас я тебя попугай, попугай, ну и так далее. Господи, сколько здесь много диалогов, а? Да. Ведь хуёвые диалоги... Не, но при этом... При этом, опять же, можно же и хорошие диалоги делать. Это как? Ты чё? Хуёл, что ли, парень? Хуёвый... Написано в дизайн-документе. Хуёвый диалог. Опять же, штор однит с зелёным слоником. Мне кажется, что 99% диалогов тут чистая импровизация. Потому что они такую хуйню несут. А потом они уже титлами это пустили, да? Да. Задним числом такие. Они просто взяли актёров. Ребята, у нас есть как бы нормальные актёры. Ну тогда они ещё не были прям нормальные-нормальные, но сейчас они уже нормальные-нормальные. То есть там в паре полнометражных кинчиков примечательных уже кто-то точно снимался. Большинство из них. А кто-то в театре постоянно играет. И таки, блядь, у нас есть нормальные актёры. Там не Фильченко какой-нибудь, там не Гурен Лаган. И, блядь, как бы... Пускай они там, короче, наебенят что-нибудь, а мы вокруг этого игру выстроим. И они там, у них, знаешь, там был спектакль, типа там Маша и Медведи, там Иван-дурак, блядь, там спасает галактику, блядь. Короче, они такие сделали из этого макраме всё. Напиздели, а потом такой звукомонтажёр. Блядь, короче, можно из этого налепить игру про то, как Баба-Яга спиздила некоего Ивана, и он там вот пытается пробраться. Нет, Треза Мэй спёрла, засосала его в телевизор. Это всё Brexit какая-то аллегория. У них сейчас там проблемы какие-то, челесей. Да. И убирать захотели. Неожиданно. Это всё так важно. Давай политотой займёмся сейчас. Блядь, за эти два года я просто заметил, насколько политизированным стало всё в Ютьюбе. Просто, блядь, невозможно посмотреть ничего. Неправда, кстати, неправда. Я подписан на несколько замечательных лего-каналов в обзоре наборов, и там про политоту нет вообще ничего. Сейчас мы выстроим таранный механизм, который поможет вам при таране кремлёвской стены, чтобы путяра ушёл. И подписан на парочку каналов этих... Ну, геймдева до сих пор ещё подписан даже. Давай яблоко и канай отсюда. И там политоты тоже нет. Блядь, у меня в Твиттере геймдев-разработчики всякие там... Блядь, это автология. Короче, всякие геймдевы 30% посвящают своего времени обсиранию Трампа. Блядь, они просто так заебали уже. Вот, ну, если в Ларе, да, вставили целую сцену немцы с Трампом, сука... Зачем? Блядь, да потому что нахуй иди, вот почему. Потому что это же сатира в их понимании, понимаешь? То есть, блядь, вот сатира, это когда берёшь самую тупую плоскую шутку, но типа злободневную. Ты такой говоришь, вот, блядь, это пиздато. Ну да. Это как вот здесь сатира на студентов и костлявых, да? Вот сейчас сатира, что эти два этих, то ли опричника, то ли хер знает кого, да, они разговаривают как типичные блатные паханы. И, то есть, сейчас это ещё нам более или менее понятно. Но лет через 10 это будет просто какая-то вообще полная хуета. То же самое, как и с отсылками в тех же Сиеровских квестах, когда они пихают отсылки к каким-то фильмам обскурным, там, или к своим же играм, как в Лукасарс, например. Ты на это смотришь, ну, уже с каким-то недоумением, блядь. Ну, вроде как самодостаточное должно быть произведение, да? Оно не должно само на себя, типа, ссылаться. Оно не должно, там, ссылаться на какие-то фильмы, которые уже, блядь, ну, никто не посмотрит. До каких-то пределов можно ссылаться на какие-то смешные вот фильмы, да, общепризнанно там. Мы не можем шутить про то, что Снайдер, там, блядь, у него гомоэротизм прёт изо всех щелей. Мы не сможем шутить через 20 лет, потому что через 20 лет уже Снайдера никто не будет помнить. Вот. Как это? Даже великий режиссёр. А вот так, время так вот работает, стирает память. Здравствуй, юноша. О, королева. Похотливая королевна. Ну, да ты совсем ещё тебя. Которая озвучивает томная баба. В стиле томной бабы. Моё почтение... Или угашенная, я не знаю, ты такое знаешь, что-то среднее лежит. И джакузи сфотканная. Йес! Как-то нет, плохо. И хуёво нарисованная вот эта ширмочка такая, занавесочка возле джакузи. Я вообще даже не знаю, как сесть. Да как? Иван! Ляг он на диван. Просто даже не смотри уже это. Вот так вот сяду. Я ещё хотя бы со спинкой сижу. От царицы тоже прока никакого. Кстати, спасибо гражданам, которые в летсплее царевны оставили все такие комментарии, что царевна это царевна, а царица это царица. Сложно. Похуй. Я могу это всё так резюмировать. Да, похуй на самом деле, но на самом деле теперь я всё-таки знаю, что это царица, а дочь её это царевна. Окей. Это важно. Мы даём ей стихи, которые писал там бюрократ в приёмной. Он писал стихи, видимо, как раз про большие сиськи царицы. Но она впечатлившись этим, поскольку она то ли похотливая, то ли угашенная, сейчас пойдёт его ловить. А мы тем временем воспользуемся её отсутствием, чтобы пошариться у неё в покоях. Зачем? Не знаю. Никакой мотивации для этого нет. Неужели это он для меня? У него мотивация здесь вернуться домой, насколько я понимаю. Да. Ну, блядь, ему нужно просто всучить челобитную царю. Кстати, слушай, на самом деле в фильме «Последний богатырь» ровно такая же схема. Чувак попадает в сказку и должен вернуться домой. В фильме «Мы из будущего» тоже ровно такая же схема. В фильме «День сурка» ровно такая же схема. В фильме «В сериале Lost in Space» тоже точно такая же схема. Нет, «Квантовый скачок» тоже точно такая же схема. Я надеюсь, что следующий скачок будет скачком домой. Подожди, он ножку отпилил? Да, потому что у стула там пять. А их же там пять. А, да? Да. А с чем ты ее разрезал? Разобрал. Разобрал. Разобрать можно все или только? Лягушку можно разобрать? Нет. Как бы ее назвать-то? Лягушка нам очень пригодится. Понятно, дать ее принцессе, чтобы там... Да. Из бумажки мы узнаем, что, оказывается, царица в сговоре. Сука. Сука. Ты мат потом запикивать будешь? Нет. Ну, правильно. Не, YouTube акомат не запрещает, насколько я знаю. Да. Монетизацию... Ты единственное, денег там не будешь. А, да? А как ее, блядь, могут снять, если у меня ее нет на канале? А, да? А, ну, все так. Во-первых, чтобы ты знал, монетизация... Правила монетизации уже давно-давно изменены. Ты должен там... Я не знал и первоначальных. Короче, недавно был скандал о том, что правила монетизации, если раньше там не сильно зависело от объема ролика, там через просмотры все, короче, рассчитывалось. То теперь у тебя должно быть определенное число подписоты. У тебя должно быть определенное число подписоты, которое прибавляется за месяц. То есть статистику прибавления подписоты ты должен показывать определенное... Определенное количество просмотров и определенная продолжительность видео. Не короче, чем столько-то. То есть если у тебя видосы короткие, там туториалы какие-то 3-4 минуты, то вообще тебе хуй, а не монетизация. Просто хуй, сразу же. Неважно, сколько у тебя подписоты. О! Она сатанистка. Да. Как бы, сам понимаешь, какой бадхёрд это вызвало в среде некоторых там ютуб-влогеров. Ну да. Ну вот, так что... А, сейчас же сатанисты взбесились на этого-то. На сериал какой-то, ведьма-то, как её. Сабрина. Сабрина, маленькая ведьма? Да-да-да. Что использовали символику их. Блядь, вот больше уж нигде не использовали. Толеразм. Единственный, блядь, сериал на свете, он просто... Мы нашли Камасутру. Да? Да. А, я вижу титьки немножечко. Прикольно. А тебе их надо бы закрыть. Интересно. А что бы это ключом в этой посуде не делать? Ну, в журнальчике там, в Камасутре. Сейчас он отойдёт. Там надо будет увеличить очень сильно. А, во, да. Я титьки везде увижу. Ух ты, какое беззаконие. Подождите, мне нужно отойти. В отдушек, я надеюсь. Да. Ну, точнее, да, туда. Да. Да. Туда, подальше отсюда. Ага. Чтобы никто не слышал ничего. Сапоги скорохода. Они нам сейчас пригодятся. Ну, очевидно. А то, что ты использовал, уже из инвентаря исчезает? Здесь у нас что? Да. Что-то исчезает, что-то ещё может быть повторно использовано, что-то до конца игры останется. А, ну, как обычно, понятно. Классическое, блядь, классический хуёвый класс, что ты хочешь? Была, не была? Это хороший. Опять сапоги нормально нарисованы. Опа. Всё. Тупик. Нёп. Увы, нет. Увы, игра ещё будет продолжаться. Ну, к чести, всё-таки, создатели в тупик тут не попасть. И погибнуть тут нельзя. На удивление. О! Виво лях революсион. Уи, уи. В смысле, си, си. Видимо, тут хотели показать... Я не знаю, что они хотели этим сказать, что царевна угорает по коммунизму. Царевна, это в смысле дочка целиться. Да. Ага. Но это никак вообще не обыгрывается нигде. Да. Возьму цветок. Ну, как, в принципе, в любой игре Сатурн Плюс. Шутичка про кактус была. О, я смотрю. Падла. Да. Лексикон. Глубочайшие диалоги. Знамя висит красное. Разумеется, мы его спиздим. Так и Эрнеста. Эрнеста мы брать не будем, пускай повисит. Я к роскоши не привык. У нас в общаге что? Сетка, матрасик и пинцет. А, вместо слова пиздец он говорит пинцет. Прикольно? Да. Ну, это цензура. Угу. Чувствуешь, вот просто уровень юмора настолько запредельный, что хочется в окно выпрыгнуть. Ну, конечно. Не хватало мне здесь еще. А ты еще решил их целиком под эти диалоги дать. Да. Ага, попался. Господи. Не попался, а просто проходил мимо. Надо было еще, он должен был сказать, гражданин начальник. Стоять! Статский царь. Как этот фильм меня прошмыгнуть сумел? Может, ты вражеский... Похож на Мамонова в фильме «Царь». Остись! Какой я тебе ж милен! Манерами, кстати, царь. Кстати, так и не посмотрела вот целиком. Ванька! Ну, зачем? Это еще проверить надо! Какой ты вражеский? Это пример неплохого русского кино, я так понимаю. Думаешь? Этот... Кто там, Янковский же играл или кто? Мамонов? Мамонов? Кто-то еще играл. Я не заморачивался. Вышел сериал «Годунов», который РТР... Или как там сейчас? Россия. Второй. Короче, второй канал. Россия, да. Не стал выкладывать в интернет, дабы избежать пиратства. Только по телевизору его можно посмотреть. В смысле? Я на Dailymotion вчера посмотрел. Ну, изначально у них позиционировалось это все так. Охуенная логика. То есть я, блядь, запускаю ТВ-тюнеры или просто какой-нибудь... Вот сам помню, цифровая приставка есть. Я просто беру, блядь, запись, запускаю и вперед. Так, вот в том-то и дело. Охуеть вообще, защита от пиратства, блядь. Так, да. Ну, собственно, я на Dailymotion посмотрел первые три минуты. Достаточно вполне. Я вообще люблю российские сериалы не смотреть, да? Кстати, тут можно попутать. Можно положить сначала одеяло, а потом скелет. Это неправильно. Нужно сначала скелет, а потом одеяло. Это мы тут, короче, так делаем отвлекающий маневр. А, тебя же в тюлячку запихали. Да, мы сейчас будем из тюлячки убегать. И... По этапу пошел уже второй раз. Владимирский централ! Да. Да. Дырочка в стене. Вот тряпочка дырочку закрывала. Дырочка прямо в покой царя ведет. Потому что, очевидно, острог рядом с покоями царя. Потому что, конечно. Ну, как там? Друзей держи там как-то. Ближе, да. Врагов еще ближе. Да, типа того. Врагов держи. Да. Друзей держи близко. Врагов еще ближе. Ну, и там при читании царя слышит этот идиот охранник. Ну, это практически как в Блодрейн у Вибола. Так вот. Посмотрел первые три минуты. Меня знаешь, что радует всегда в отечественных сериалах? Это абсолютное неумение работать с подачей сериала. То есть... А, ну, ну, нет. Нет, хуй с ним, хуй с ним, что сам сериал унылое говно. Ну, как бы... Ну, ладно, не видел, не буду комментировать. Мы примем это за стандарт, что российский сериал, он в массе своего унылое говно. Ну, кстати, при Екатерину был неплохой сериал. На три из пяти даже, я бы сказал. Я даже посмотрел. Три из пяти российских. И там звукальная тема была неплохая. Суть в чем. Вот я ожидаю, когда я запускаю первую серию какого-нибудь сериала, это то, что мне показывает такой колд опенинг. То есть, грубо говоря, сцену перед титрами, которые показывают, что я, собственно, смотрю. Да, там, например, там в каком-нибудь Брейкинг Бэде, в секретных материалах, в... Не, давай как бы... Не, немножко не так. Секретные материалы, это все-таки, назовем это мылом. То есть, там реально дохера серий. А здесь все-таки цельная история. Допустим, настоящий детектив. Первый сезон снимался как цельная история. Никто не знал, что его продлят на тот момент. Да, так что не надо. Любой сериал, большинство сериалов, которые, ну вот, не какой-то там миллионер сразу же снимал, да, грубо говоря, не какой-то там HBO, да, они не рассчитывают на сто пятьсот сезонов. Они рассчитывают на один сезон максимум. А большинство как раз раньше, вот, как делали, они делали пилот. И все, как бы, если не прокатит, то не прокатит. Так вот, я ожидаю, что в пилоте увидеть. Хотя бы представление персонажей, визуальное, да. Я не ожидаю, что мне напишут там Сергей Безруков, Борис Годунов, да. Подожди, вот бык хорошо тоже. Ну как, мало кадров, но хотя бы он... Он есть, да. Хотя бы уникальная анимация. Хотя бы наде сон, да. Пытаюсь вспомнить, откуда спичина вот это. Чего, откуда ему зло идет? А, это вы где такое? Да, Тора, Тора. Я пытаюсь вспомнить, откуда вот эта линия с рогами, которую оставил бык. Это из, по-моему, американского фейклора какого-то. Ай да я! Что-то... А, ну да, привет, Букабя. Это знаешь, это они должны были эти, не сдатели, вставать в кружок и нужно отдачить друг на друга. Настолько они себя любят. Я уверен, что так оно и было. Букабяка. Как персонажи в фильме «Богемная рапсодия». Да, например. Сейчас мы к ней перейдем. Так вот, понимаешь, я не ожидаю, что мне там напишут титр, типа, значит, Сергей Безруков, это Борис Годунов, там, Виктор Сухоруков, это, блядь, Малюта Скуратов, что, кстати, абсолютно по-идиотски выглядит. Но вот я ожидаю, что какое-то представление будет, там, что-то персонаж в какую-то ситуацию попадает, быстренько ее разруливает, хопа, титры, поехали, да, там. Ну, да. «Годунов!» Да, вот это было бы пиздато, ну, нормальный подход. Вместо этого что делает? «Годунов!» Дальше идут сцены из сериала, вот классическая нарезка сериальная, типа, он там заходит в комнату, блядь, и какая-то хуйня... А, подожди, то есть это то, что будет в будущем в сериях? Да, но ты этого еще не видел. А что, я понял. Блядь, ну, такой пиздец. Так это же где-то в конце нулевых, ой, в начале нулевых так делали. Это делают еще в 90-х. Вон, я сериал «Пикет Фэнсис» перевожу. Там это, блядь, канал CBS, ну, потому что канал CBS, блядь, они нормально делать не могут технически, да? Вот сценарий охуенный у сериала. Серии настолько бредово охуительные, сериал просто адский. Кто не смотрел, посмотрите обязательно. Хули, я тут стараюсь, блядь, пять серий уже перевел. Блядь, но при этом вот сам технически он сделан абсолютно омерзительно. И вот это соседи. И вот там тоже такой прикол, что показывают персонажей там в главных ролях Том, Скеррит, Кэти Бейкер и показывают, что они там из второй или из третьей серии. Ну, тупо, тупо. Можно же было сделать подробнее. Ну, либо, если у тебя нет представления персонажей там, ну, либо какая-то сцена, которая дает завязку всему сериалу. Да. Это, по-моему, так было в «Настоящем детективе», если я правильно помню. Да. Вот. Либо просто хорошие качественные титры. Да. То есть не нужно там, ладно, представление персонажей, просто классные титры, которые обычно со второй серии начинаются в том же «Настоящем детективе». Если мы делаем просмотрное время что-то, ну, сделайте вы какие-нибудь там воздушные съемки, там, например, да, там вот всяких там торжков и прочей хуйни, да. Там, ну, красивые замки вы покажите, там, архитектура, там, можно... Бюджет покажите, я не знаю. Да, можно показать там просто, там, люди эти в костюмах, там, сидят, что у него делают, например, ну, не связанное с сериалом, да. Можно, конечно, вообще разъебаться и сделать, как мистер Мерседес, красивые в первом сезоне. Не красиво это, а именно, что каждая заставка показывает, как главный герой просыпается и слушает... Подожди, Кубик, Елена, он нарисовал последний с остальными. Да! Смотри, у него даже отражения просчитаны. Так вот, я и смотрю. И герой просыпается, и под одну и ту же мелодию с граммофона, охуенная песня там, кстати, Ти Боун Бёрнет, он же писал саундтрек к Большому Лебовскому. И он каждый раз что-то новое делает. То есть его показывают и злодея показывают, и они вот в течение монтажа пока показывают титры, да, они что-то делают каждый раз. Каждый раз новое. Десять серий, каждый раз заставка новая. И это охуительно сделано. Притом, кстати, что они во втором сезоне это просрали. То есть они перестали так делать. Подожди, стой, что он сделал? Это мёд. Это не подумай дурного, это мёд. Ладно, окей. Он налил мёда на доску для народов, чтобы прилепиться. А, чтобы кубик кинуть, и он лёг в нормальной стороне. Да, потому что этот наёбщик, короче, колдует, чтобы он... Странный мошенник. Да. Мне нравится, как масштаб его меняется. Да, просто китка. Пум-пум-пум. Это тебе не турецкий гамбит, там, вступительный один из моментов. Вот, и что в итоге с Годуновым? Так, всё, я и дропнул сразу после того, как титры закончились. Я посмотрел на Малюту Скуратова, который жрёт, блядь, какие-то щи, сука, блядь, ебалом такой, знаешь, что... Это, блядь... Хорош было показать, что он немножко нехороший. Что-то, блядь, нелюдь, сука, такой вот просто... Причём щи какие-то, я не знаю, как, блядь, в столовке. Вот, нарезали капусту не квадратиками, как надо в щи, блядь, нарезать, они нарезают полосками, короче, думаешь... Ну, кстати, я поспорил. Я, допустим, не люблю квадратиками. Да, ну, блядь, понимаешь, когда она полосками, ты не можешь её ложкой нормально зачерпнуть. И она у тебя вываливается, и ты, блядь, всё ебало себе уделываешь этими вещами. Ну, ладно, окей, всё. Загляни в любую поваренную книгу, там... Не, я не спорю, возможно, по рецепту так и надо, я не буду спорить, я не рецепт не знаю. Это по технологии приготовления пищи так надо, есть учебник, загляни в технологии приготовления пищи, там написано, что, блядь, для вот, сука, картошки кубиками делайте капусту кубиками. О, подожди, ты подпись первую получаешь, а почему крестик? Потому что он нихуя не умеет ни читать, ни писать. Ага. То есть я мог тоже крестик поставить и не ебать мозги. Так вот, мы теряем нить конфликта. А, ты уже подпись вышел? А бывали это нить. Да. Это тот самый бэктрекинг, то есть мы собираем подписи. А можно было собирать подписи, вот когда ты задачу выполнил по каждому отдельно, или ты решил вначале все задачи выполнить и потом подписи собрать? Я не мог собрать подписи, потому что у меня не было самопишущего пера, который я взял только что у домового. Угу. Да. А как ты этот вот крестик... А, подожди, а, крестик домовой тебе поставил, да, все правильно. Да. Так, это древний, да, энд? Лисовичок-лисовичок. Ну, энд, да. Да, пускай будет энд. Если у вас все через толки иносер. Это что ты меня суешь? That's what she said. Сказанул. Блин, я даже не представляю себе эти все диалоги слушать. Ну, вот ты видишь меня в каком эмоциональном состоянии, честно. Смотри, он канаплю... Я видел, да. Заснезурит обязательно. Ну, этот... На лотос тоже похоже, кстати. Ну, да. Или, ну, окей, пусть будет лотос. А лотос. Я себе поставил игру якудзаки вами тут на днях, ее бесплатно раздавали. Да. Вот. Там тоже до дури просто диалогов. Я не знаю, как вообще... Ну, понятно, что японцы делали для японцев игру. То есть куча яба. Йоба. Баба-йоба. Она играет в йоба-игры. Вот. И это. Мы применили гондон на решите. Гондон мы нашли у царицы, если что, вместе с Камасутрой. Ну-ну-ну. Последнее. Да бесполезно это. И это. И, короче... О чем я? О якудзаки вами. Великолепно просто. Там такая же куча диалогов. Я их пытался даже слушать. Но проблема в том, что там озвучка идет на японском, а титры на английском. А у меня с такими портянками текста, как бы, английский, ну, не усваиваю. Я не очень хорошо владею. Вот. То есть, понимаю простые вещи, но не настолько, чтобы внедляться и понимать мафиозные разборки японцев. Якудза. Вот. Ну, что, 10 минут, игра была снесена. Угу. Вот. Слушай, у меня та же проблема возникла на стриме, потому что я начал стримить хорошую игру о новоут, и я столкнулся с тем, что ребятам реально сложно воспринимать просто игру на английском на лету. А объяснять мне ее на лету, у меня что-то тогда тоже особо как бы настроя не было. Так, с этого подписи брать не надо, да? Нет. А, тебе только сказочных существенно особо. Осталось с русалки собрать, она отказала, отказала. Шлюха. Мы ее сейчас, мы ее сейчас пизданем ядром, блядь, пушечным в озеро. А у меня порох есть. А, так же, ну, нормально, ладно. Нормалек вообще тут, блядь. А, у тебя все есть? Да, все есть. А кедрож уже стояло. Или что это за сзади? Я не знаю, что это такое, как себе представляют создатели игры пушку. А, да, все правильно, кстати. Порох, ядро, пыш, пыш забыл. Может, пыж у него уже есть. Мы от этого не проговариваются вообще никак. Решили русалку наказать, да? Да. Бэмс. Ну, нормально. Так она работает. Спецэффекты. Еп. Них. Них. Чего себе полет. Шутечки. Да. Еще боеприпасов. Сейчас мы здесь всю нечисть перекрестим. Ух ты, геноцид. Сказочных животных. А ты за вторым едном пошел, или... Я пошел... Ну-ка, еще разок. Хуй с... За вторым гондоном. А, я пошел доставать ключ, да. Ага. А, пинцетиком нет? А, нет. А, воду налить? Да, физика! Потому что, блядь, конечно же, в качестве брелка поплавок. Ну, нет, это я вижу. А, вот ты воды набрал. Блин, ну слушай. Сколько гондон-то выдержал воды, да? Или это опять проблемы с перспективой? Нахуя вообще такая колба нужна? Ну, не знаю. Самогон делается. Блядь, в этом фильме румынском. Чистыми руками, ребята, называется фильм. Если вы еще заинтересованы в румынском гангстерском фильме... Нет, давай так. Если вы досмотрели до этого момента... Да, и вы еще заинтересованы в румынском гангстерском фильме, который намного лучше, чем эта игра, я вам гарантирую это. Чистыми руками он называется. Есть две версии. Английская не обрезанная, так сказать. Ну, в смысле, на румынском языке с английскими субтитрами на YouTube. Есть отечественная советская версия. Там минуточек так 15 вырезали. Цензуля. Да. Там, где такой коммунист допрашивает мордобоем бандоса, а другой коммунист отворачивается и участвует. Типа, я этого не видел. Вот, это посчитали, что это будет никому. Антисоветская пропаганда. Да, так вот. Коммунист, до которого горячее сердце и холодный ум не мог так поступить. Горячее сердце и холодный ум, это интересно. О! Да. Сиськи еще и раздуваются, как у жабы практически. Я вижу, да. Несмотря на то, что много женщин, художников, аниматоров, они, видимо, слабо представляют себе, как работают сиськи. Немножко сексизма я вижу в этом фильме, игре в этой. Да. А колб... Ты кислоту лишил? Да, я все-таки договорю. Это наш отыск. Про колбы. В этом фильме как раз там есть такой боревич, такой прям, знаешь, нуарный боревич, куда заходит главный следователь и мелкую сошку там допрашивает. Они там бухают, короче, из колбочек. То есть они какое-то крепкое бухло, и у них реально маленькие колбочки. Такие, бля, так пиздато выглядят. Ну, кинтичненько. Ну, мне так понравилось, реально клево. Я тут взял, просто вырезал анимацию, как она встает, чтобы лишний раз не заебывался с тем, чтобы... Цензуру... Поэтому, не нравится, идите нахуй. О, все, подпись есть. Точка.ру. Русалка.ру. Ну, вот и ум. Нормально. Сходите на этот адрес. Не ходите на этот адрес. А есть такой адрес? Когда-то был. О, подсылочки. А, тут решил просто увеличить. Ну, чуток сайт-бук мы словили, как бы. Ну, ладно, сбоку, ладно. На. Это в клипе Тату есть такая же сцена, и она целиком на Ютубе лежит. Пиздец, я как будто вернулся назад в 2000-е. В клипе Тату! Сейчас я вспомню даже песню. На карусели это было. Я сошла с ума? Нет, полчаса, полчаса. Полчаса, да. Там тоже есть бэк-бук. Как это? Сайт-бук. Значит, в карусели это полчаса. Значит, простые движения, это она дрочит в туалете. Какие еще клипы были? У нас не догонят на грузовике, я сошла с ума на этом за решеткой. Охуительно. Просто, блядь, концепции. Ну, тогда. И, кстати, надо отдать должное, для того времени вполне себе неплохо было на уровне. Ну, для того времени вот мы смотрим, блядь, вот эти вот залупы, блядь, в замке, да. И как-то, в общем... Так, ты все подписи собрал? Я собрал все подписи, но... Послушай, водомер. А почему водомер? Потому что это шутка такая. Водяной водомер. Смешно же. Смейся давай, смейся. Водяные знаки будет делать сейчас? Да. То есть этот пидор, бюрократ, сказал, что поставь водяные знаки. Он просто вот бэктрекинг ради бэктрекинга. Ну да. То есть это даже не задачка. Ты знаешь, куда идти. То есть тебе нужно просто пройти, применить... А, нужно еще пивной бочонок ему отдать, который мы получили за то, что прогнали таракана. Так, сейчас он сандалит. Он сандалит и сделает нам охуенные водяные знаки. Он нассыт, видимо. Вот, смотри. А, так, собственно, так и сделал. Я уверен, что он нассал. Это просто в духе этой игры должно быть. Ты что, издеваешься? Да, точно нассал. Да. Причем он нассал очень интересно. Ну, какими-то узорами прям. Это круче, чем вырисовывать на снегу. Но он долго тренировался. Когда ты водяной, можно долго тренироваться. Кстати... Я так понимаю, это еще даже не вся игра. Нет. Хотя сюжет, по сути, закончен. Все, ты собрал петицию. А вот хуй, сейчас будет неожиданный поворот. Как у Сатурн Плюс, если помнишь новых бременских... Конечно же, ты не помнишь новых бременских. Мы половину игры, грубо говоря, помогаем похищать принцессу. А потом другую половину игры нас выпиздили эти бандоса на мороз вместе с цыганкой. И мы помогаем уже королю. А, вот король. Да. И, в общем, король нам сейчас доложит, что... Че он, собственно, причитает все это время, что царевну-то похитили. А это кто? А это царица слева. Ай, блять. А еще там очень заразительно храпит стражник справа. Ну что ты, что ты? Я не понимаю, это скидано у меня по каналам влево-вправо. Я не могу тебе ничего сказать, у меня в одном ухе наушник. Потому что храп, по-моему, только в правом канале. Да, возможно. Стерео, технологии. Вот, но... В общем, вот, да. О, ёпты, какая портянка опять. Ты понимаешь, да, вот как это все в непромотанном состоянии выглядит? Блять. Да. Ладно, окей. Геймплей-то где? Геймплей, блять. Сука, Сатурн плюс б... Геймплей был, когда они подсчитывали прибыли от этой хуйни, блять. А, прибыли были? Ли. Я уверен, когда ты нанимаешь 13 бомжей каких-то... Кстати, эти художники-аниматоры я посмотрел всех. Блять, никто из них не выбился за рамки Сатурн плюс. Все работали только в Сатурн плюс. Ну, блин, знаешь, как бы, допустим, там, Юбисофт, к примеру. То есть, люди могут всю жизнь отработать Юбисофт, и это круто. Ой, блять, не надо, чтобы крепостное право строить. На самом деле, там дохера студий на аутсорсе, а уж текучка кадров туда-сюда. Это, блять, отдельная притча во языц их. Просто, нет, если они ничего не могут больше делать, да, то они не будут рисовать хуёвые квесты. Вот, собственно, там у них в портфолио недетские сказки, Петька-5, ещё какая-нибудь хуя. Вот всё, что вот эти вот пидоры делали, короче. Сука, ты выражаешься. Нехорошо. Да, извините. А как ты... Подожди, ты же прыгал... А, не, окей, ладно. А видишь, тут вот проход вниз, это другой балкон. Да, ну, всё, я понял. Более того, этот проход... Это небольшая задачка? Этот проход раньше был неактивен, и я, блять, ещё полчаса тут на самом деле плутал, чтобы найти, как туда пройти. Я тоже думал, может, через балкон как-то или через замок пройти. Нихуя, как-то сна было просто, блять, курсор навести, потому что теперь-то он активен. Это так охуительно, ты не представляешь. А, да, забыл. Вот, да, второе максимально близкое к пазлу что-то. Ага. То есть, в их представлении... А теперь смотри, ты вылезаешь, они должны уравняться. Да, и по идее оно должно всё назад вернуться, да? Да. Но нет. Причём даже в God of War есть такая целая тоже цепь головоломок, где ты... Не головоломок, точнее, ты должен поднять что-то. Я сразу вспомнил Broken Sword 3, где, блять, у тебя... Какой хуяный персонаж. Да. Где у тебя вся игра выстроена, блять, на двигании ящиков. Сука! Это женщина? Я не могу тебе ничего сказать. Ну, сексисты делали игру, очевидно. Вот, мы начинаем сталкиваться с теми самыми монстриками, на которых жалуются... На засилие которых жалуются Баба Яга и прочие. При этом я не понимаю, кому они мешают, если они вот в своей вот... Ой, Картус, который ты нашёл, блин, час назад, не надобился. Да. Они, блять, в резервации своей сидят, никому не мешают, да? Как индейцы. Да, как, блять... Почему Баба Яга вот сидит там, да, и никто не мешает, да? Все персонажи, которые подписывали Челобитную, что им мешает кто-то, они находятся в том месте, в котором им никто не мешает. То есть, даже если вот это... Ну, они... Это примитивная мера, так скажем. То есть, они же теоретически могут собраться силами и атаковать. Это геополитика вся, да, то есть, нам необходимое жизненное пространство, как это немецкая вот эта вот нацистская теория, да, о том, что нам нужно немецкому народу необходимое жизненное пространство. Это вот нужно русских выселить за Урал, миллиончиков десять оставить на обслугу остальных, так можно... За что он тебе дал эту колбу? Колбу он мне дал, потому что я его попросил. Потому что по правилам квеста ты должен был ему что-то дать взамен. Охуёв, я ему должен был дать взамен, и я ему их дал. Нет, я спросил, есть у тебя формула роста? Он говорит, да, есть. Окей. Да. А почему именно он должен был дать, как ты должен был дать? Потому что он деревьями заправляет, старичок, красавичок. Ты что, не понимаешь логики Квестов? О, норм. Да. Ни гаш себе селекция. Вот это я понимаю. Подрос цветочек. Меня бесят постоянно вот эти, блядь, мхатовские паузы. Почему они вот, ну фраза настолько тупая. Время растягивать. Да, но при этом он еще постоянно паузы, паузы, паузы делает, блядь. Раз. А, вот эти шлем. Да, это и мы притворяемся монстром. Ага. Чтобы нас пропустили. Но у нее же уши, а не нога. Неважно. Нам просто нужно сказать, что мы монстр. По-моему, ты стал меньше. Все сидишь? Перспектива. А почему она вот какого размера, я не понимаю. Какого размера стол, блядь, почему шлагбаум единого размера, если он в перспективу уходит. Ну, 2003 год тебе напишут, что ты хотел. Да, ведь, очевидно, это знаешь, как точка зрения, что, типа, ну, древние люди, они все были тупорылые, короче. Вот если они там не изобрели там пенициллин, или там не летали в космос, то значит, по умолчанию они были идиоты. А это что за монстр? Это не монстр, это, как ни странно, Папа Карло. А, да? Да. Кстати, я могу ошибаться, но, по-моему, Saturn Plus сделали игру Буратило. Это, наверное, гангсельское что-то. От слова Буратило. Да? Я угадал? Я угадал? Я не знаю. Я так не хочу доходить до этой игры. Слушай, я надеюсь, что мы от старости умрем, прежде чем сделаем лос-планники всех игр Saturn Plus. Не, я не хочу. Я тоже не хочу. Не, на самом деле, я думаю... У меня малой же в школу пойдет, я думаю, к тому времени. Я реально думаю, что это будет последняя игра, потому что я уже не способен эту куету, вот, блядь, усиливать. Но это просто ужасно, ребята. Извините, но больше игр Saturn Plus не будет. Если вы не видите до сих пор, что это, блядь, тихий ужас просто, то я не знаю, как вам еще помочь в этом. Сейчас, подожди, он на жопу достал. Блядь. Ножик, блядь. Рыжик. О, шутечка опять. Розовые волосы. Да. Или это у меня... Или у тебя цвета фильтра? Не-не-не, все нормально. Я проверил цвета перед записью, все нормально. Эй, пенек! У него елдак вырезан, да, я смотрю? Да, маленькая писечка там торчит. Писечка у девочки, а писун у мальчика. Маленький писунчик там торчит. Да-да-да. А чё ты стоишь? Нет, мальчик стоит без стол, папа не помогать. А, мам, не то, что, 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 что? В общем, мы даем ему порно журн... О, Камасутру, Камасутру, конечно. А, чтобы увеличить член? Энларджиор, Буратино. Сори, Пиноккио, конечно же. Самое смешное, что нарисован-то именно этот Буратос, а не Пиноккио. Да, и озвучен он как Буратос, а не как Пиноккио. Но тогда почему Папа Карло? А, нет, это не Папа Карло. Все, Буратино был Папа Карло. Да, все правильно. А там у итальянцев, как это вот назвали? Папа Карло. Я не уверен, на всякий случай скажу. Нет, там же его как-то по-другому звали. Не Карло. Сеньор, Карло. Мистюзи. Мискузи, месье. Не, не месье, это французское. Мискузи, сеньор. Сидим, значит. Артемон в качестве коврика. Абсолютно угашенная Мальвина. Я смотрю, там пьеро сверху сидит. Да. Так. Волосами? Сейчас мы найдем, как звали Папу Пиноккио. А на ужин будут раки, апельсин и ганджубас. Говорит нам Мальвина. Так. Ага, ага. Ага. Так, еще же есть ужастик про Пиноккио, по-моему. Не так давно снимал один какой-то там оскароносный итальянец про Пиноккио фильм, которому, блядь, он уже здоровый лоб, ему сто лет в обед, он Пиноккио играл сам. То есть, блядь, 50-летний. А, Джипетто его звали, вот. Да, да, да. А, этого, батю звали Джипетто, да? Да. А Джузеппе это где было? Джузеппе это было в этот... Это Кореш был Папа Карло? Да. Мне нравятся адаптации Буратино на сказке. Нормальная сказка, это адаптация. Вообще люблю советские адаптации. Мне кажется... Те же самые эти... Винни-Пух он пизжет. Или Волково произведение. Да, Волшебник из Амрудного города прикольный. Да, отличная книжка. Причём потом он вселенную расширил, и расширил её неплохо. Ну, как бы Баум там тоже много чего расширил, блядь. Ну, там... Это не для слабонервных чтива, конечно. Но мы уже об этом, кажется, говорили. Не помню уже. Давным-давно, да. Что у него там, блядь, зомби-железный дровосек там появился. Короче, Буратино пошёл. О, Буратус развёл эту Мальвину. Да, на секс. Ну, она, поскольку и так была под ганджубасом, ей, в общем-то, нормально. Тут, в общем-то, хэштег MeToo, Харви Вайнштайн, вот это вот всё. Блядь. Нет, это мы не будем трогать эту тему. Не будем, да. Даже трёхметровой палкой не будем касаться. Так, кусочек клея мы нашли. Неудивительно, я считаю, что мы нашли кусочек клея, потому что, мне кажется, разработчики тоже нашли мешочек клея. Высокотоксичный. Да. Ой, помнишь такие двери? Да. Это тоже шутечка. Я не знаю. Это отсылочка. Мне кажется, они тогда такие были ещё кое-где там во всяких кабинетах. Вставляем палку в кондиционер. Это не эвфемизм, ни для чего мы реально вставляем палку в кондиционер. А это что ещё за хребет? Фу, ты какие опять. Какие мы злые. Кренделем я, значит, был. Это этот? Как его? Блин, Карабас-Барабас, во. Йап. А, то есть всё-таки это русские персонажи. Значит, зря я джипета искал. Да. Значит, это всё-таки Папа Карла, Буратос. Да. Ещё Карлсон здесь будет. Буратино, кстати, называют одну из этих пусковых установок военных. Я не удивлён. Вы что, он очень напоминает внешне? У них ещё был робот Игорёк, кажется, с этого угарал, блядь. Угу. Тоже. Хороший. А тут все диалоговые, которые реплики, они активные к чему-то приводят? Или некоторые просто на попиздеть? Блядь, они все на просто попиздеть, и одна из них может привести к чему-то. Ага, ну то есть как в достойных РПГ. Да, так она мне прокачивает ничего, кроме, блядь, упругости собственного ануса. Вначале палку, потом клей. Не, на самом деле можно было сначала клеем намазать сразу же, но я решил тебе показать всё великолепие диалогов с Карабасом-Барабасом. Я их не осмотрел даже. Я знаю. Сейчас он бороду потеряет по-любому. Нёп. Разве он не приклеивался к смолистому дереву в книжке? Я не помню. По-моему, приклеивался. Мне, блядь, длится два года сейчас будет, я давно уже не читал булатина. Я помню, что в «Братце кролики», «Братец кролик», собственно, ну, в сказках дядюшка Римуса, «Братец кролик» прилепился к смоленому чучелку. И, блядь, мне так хочется сейчас читать сказки дядюшка Римуса вместо этого говна. Так. О, телек я смотрю. Свидаком. Видео двойка. Епта. Хотя, не, не видео двойка, а видео двойка совмещенная. И катушечный магнитофон. Да, он, видимо, как ЦРУшник прослушивает все, записывает сообщения. Причем, посмотри, катушечный магнитофон лицо напоминает. Да, с «Острова Пасхи». Только не помню, как они назывались там эти. «Faces». Окей. Знаешь, в один момент, когда я что-то совсем уже присытился этот интернет тупизной, я увидел картинку в твиттере этих вот «Остров Пасхи», да, и то, что под ним якобы под землей, а не вот так вот. Да-да-да. Руки скрестив на груди. И я даже почти в это поверил. То есть, в один момент я уже понял, что, ну, бля, ну, это так тупо, что это может оказаться правдой. У них такое ощущение, что есть набор стандартных пресетов, так скажем, которые они раскидывают по экрану. То есть, в смысле сочетания телевизор-ламповый, магнитофон катушечный из другой эпохи, этот телефон кнопочный. Я не знаю, что тебе сказать. А видак я уже не вижу. Это тень, что ли, там? Куда? Я же его видел. Куда он делся-то? По-моему, мы его взяли. А, да? Мы как, блядь, как это, знаешь, как квартиру обносят, видак, или машину там, блядь, магнитолу вытаскиваем. Вот мы так же взяли этот видак. Да-да, мы уже близимся там к концу. Да не, просто мне еще магасно успеть. Не посматривай на честь. За обоими. За обоими двумя. Блин. Как это интересно. Так, а зачем это делать? Мы ставим нужное сообщение, в котором Мальвина хихикая сообщает, что мы принесем посылку. Сообщает она это Карабасу-Барабасу через интерком внутренний. Ну, а мы это воспроизводим для Змея Горыныча по телефону, чтобы он нас принял в будущем и не выгнал. Скажем, что мы посыльны, и он нас примет. А где монстры? В пизде! Против которых ты подписываешься. Монстры это сделали. Сатурн плюс, вы монстры. Как это еще назвать? Это просто издевательство над людьми. Пойдем наверх. Обнаружим тут. Угадай, кого? Привет. Карлсон, который смотрит, блядь, выключенный телевизор. И пьет пивчик. Да. Я плакат оценил. Да. Причем... С вентилятором на спине, кстати. Такая жопа, кстати, интересная. Непонятно, она мужская или женская? Все-таки вентилятор смущает, да? Ну, титьки-то есть. Титьки есть. Ну, блядь, может, это членодевка. Кто его, этого Карлсона? У него заработало. Да. Она видела, как бы, видела... А, то есть это теперь так, да? Да. Бедная Слитлинг, наверное, Линдгрен. Линдгрен. Она жива еще? Нет. Значит, она дабы переводачивается. Да. Да и создатели нашего мультика тоже. Чего уж там. Про Линдгрена столько всяких баек было, что она сотрудничала с насыстами и прочее. Уже не поймешь, где правда, где вымысел. О, мальчик с пальчиком. Джонни рисовое зернышко. Ну, то же самое же. Эй, Джонни, они на деревьях. Я не мог это не сказать. Гуки, Гуки, они на деревьях, Джонни. Собственно, вот и скелет аутентичника там лежит. Да, да, да. И эти, как они, интересные растения растут, кстати. Да. Крапива по-любому. А, крапива, крапива. Обжигающая. А что за зеленая фея-то все появляется? Какой-то пикси. Это вот как раз, видимо, есть те самые частичная часть бестиария, которая вот всех раздражает. В данном случае мы спиздим вот этого вот пикси летающего. И... А потом разберем лягушку, что позволяет играть. Не разберем. Мы целиком отдадим ее. Упс. Остальные не видели? А сзади этот порошок феи Динь-Динь. Просто порошок. Светящийся. Да. Это на Атель позасветилось, а не от удовольствия. Просто цикл анимации у этого порошка еще такой охуенный. Угу. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Ну, нижний шарик крутится этот, восьмеркой. Да. Чего вообще по жизни? О, нормально, по пацану. Нормальный диалог пошел. Ёпта, бля. Че по жизни вообще делаешь? Ты кто такой вообще, бля? Ты с какого района? Я даже не знаю, что добавить. Сатурн плюс. Че тут добавить? Воронеж, бля. Чисто сила в квалити. Воронежская печать качества, блин. Давай сделаем свой охуенный квест. Ёпта, давай, ёпта. Ты, бля, с куковки, нахуй? Или со старой куковки? Или, может, ты вообще какой-нибудь пидор с ключаги, бля? Мы ничего не имеем против жителей ключевой. Микрорайона ключевой. Неважно, в каком городе он находится. Я, кстати, думаю, что не только в нашем. Очевидно. Но я думаю, что куковка определённо только в нашем. Эй, мужик! Это знак дорожной работы. Пока это не сказали в диалоге. А, это не понимали, где был. В золотом ключике был? Да. Помощником Карабаса. Да, точно. А тут он, ой, копает, ищет какую-то хуйню. А, пиявок он ищет. Ага. При этом он копает землю, блядь, этим отбойным молотком. Потому что... Потому что нахуй, видите? Вот почему. А почему там вертолёт нарисован? Потому что вертолёт пролетел через знак и его попортил. А, скотина. Да. Короче, вместо отбойного молотка мы предложим ему светящуюся жабу, чтобы ему было легче искать. В обмен он нам даст отбойный молоток и вот этот сраный знак, за которым мы обнаружим вертолёт. Ага. Пиздец, просто вот... Ну, логика. Я не знаю, как это прокомментировать. Вот интересно, а как это редколлегии проходят, когда сценарий там обсуждают, ещё что-нибудь? Я думаю, никто это не обсуждал вообще. Мне кажется, они просто вот как игра чепуха, да, когда бумажку заворачивают и каждое следующее предложение пишут. Вот. Не, ну просто должна же... Блин, ну по правилам разработки игры-то должно быть же. Если ты не в одно лицо, естественно, игру делаешь, и то у тебя там наверняка должен быть круг каких-то бета-тестеров там. И бета-тестинг же был уже в то время. Угу. Да, бета-тестеры были ещё во времена NES. Угу. Причём они тогда были куда-то серьёзнее, потому что технологические ограничения, хуй-моё. Да-да-да. Нет, понимаешь... Вертолётик какой-то! Нет, просто проблема-то в том, что, блин, кто бы чё опять же не говорил, что это же 2003 год, да ничего не поменялось. 15 лет отошло, ровно нихуя не поменялось. Да, люди всё такие же остались, блядь. Если люди раньше были циничные ублюдки, которые хотели заработать быстрого бабла, блядь, на хуёвом квесте, наскоро слепленном, то, в общем-то, они и сейчас такие же есть. И они точно так же на ассет-флипах делают, блядь, кучу идиотских игр. Мы даём вертолётик Джонни, чтобы он отправился к бабой геи, воспользовался и... Гуком. Гуком, да. Чувствуешь, Джонни вертолёт. Криденс сейчас включим, Форченед Сан, как бы, или Пейнтед Блэк, Роллинг Стоунс, и будем вот это ностальгировать по Вьетнаму, флэшбэки испытывать. Понимаешь, даже в абсурдистском юморе должна быть какая-то логика, как в Гоблинах, например, да? Там французы делали... Нет, Гоблин — прекрасный квест, я не люблю эти адвенчуры, не люблю этот жанр в принципе, но там, блин, прикольно. Почему я говорю именно Гоблины, да? Потому что там именно что нелогично, но нелогичность там логичная. То есть ты после пары локаций, ты начинаешь врубаться в принципы работы этого. И уже к концу игры ты чётко понимаешь, что вот это нелогичное действие плюс это нелогичное действие даст вот этот результат. У тебя уже есть понимание, сложилось, ты понимаешь, как работает игра, и она как бы тебе в этом потакает. Я же тебе скидывал недавно картинку игр того, что сейчас в App Store выкладывают, как раз наши разработчики что-то там... Да-да-да, параша какая-то, гонки какие-то или что-то? Да-да-да, там ещё это, описание великолепное было. Я даже не смотрю, я просто на скриншот посмотрел, понял, что это великолепно и... А, то есть ты не читал описание? Нет. Надо было? Там самая эта мякотка была в описании. Сейчас я даже не поленюсь и найду. Нам нужны ваши деньги. Ща-ща-ща-ща-ща. Вначале гифки промотаю от своей поездки в поезде. В общем, пока ты там отвлекаешься, я доложу уважаемым зрителям, что мы сейчас ищем вот дверь слева, нам нужно на неё подобрать числовой код, и всё это время мы собираем четыре циферки. Вот, это абсолютно идиотский алгоритм поиска этих цифр. И в дополнение ещё, опять же, моя вина в том, что я так и не сообразил за всю игру, что тут, оказывается, есть Fast Travel. Тут есть карта, по которой можно тыкать на логиках. Нашёл я эту картинку. Русская игра. Называется «Городская полиция-водитель» игра. Разработчик, который, ну, обычно в App Store в начале названия игры ниже разработчик. В строке разработчик. «Привод менты, погоня преступник». А теперь описание игры. Это в App Store, это всё, вот у меня скриншот сделан именно с App Store. Описание. Вызов всех копы автомобилей, восклицательный знак, получить в вашей полицейской машине и взять на себя новые захватывающие и захватывающие миссии в реальных условиях города с реальным дорожным. Всё. Реальный дорожный. То есть это какой-то... Ози Тех Геймс. Ози. Барка Демун. Мне кажется, что это просто они сделали на китайском, написали сначала, а потом перевели. Ну, вот как бы разве что. То есть ровно ничего не поменялось. И ведь кто-то же это купит. Купит. Похватит деньги. Им хватит этого, чтобы, ну, как бы окупиться даже. Да, так вот в том-то и дело. Просто с годами, если чё, и понимаешь, да, что, блядь, ну, всегда найдётся падла, которая будет зарабатывать успешно, да, которая будет успешно существовать на том, чтобы делать говно. Да. Какую-то кваку там, недокваку играет этот. Он нам раздобыл цифру, да. И последняя цифра, она получается из решения загадки, которая состоит из трёх переменных, которые мы узнали, и теперь вот мы несём эти данные писарю, который занимается арифметикой. Не, я могу, кстати, ошибаться, может быть, даже это не русские разработчики, но, по-моему, русские всё-таки. Да похуй, честно сказать. Зачем это всё? Вот. Вот. Сити Полис Кар Драйв Гейм. Ой, да убери ты это уже. Я понимаю, что это интереснее, чем смотреть на вот эту. На вот эту, блядь, простыню-то там не увидел. Там было примерно 20 строчек, примерно там было. А, вон, нашёл производителя. Ну, я потом поищу, короче. Ну, давай, давай. Ози Технолоджи. Ози такой, я этого не делал, что за хуйня. Ладно, пока будем продолжим наслаждаться прекрасным. Да. Ну, мы уже практически подошли к тому, чтобы спасти царевну. От чего? От её похищения? Я не вижу, кто её, Змей Горыныч похитил? Да. Так он же свой. Они же хотели убрать там, там же противостояния каких-то советских. Нет, ты не понимаешь, что сюжет сдувается практически на лету. То есть он сдувается, а потом надувается на другой сюжет, и он тоже сдувается. Он как вот этот самый гондон, который пытается заштопать всё это. Ну, блядь, ну я на диске прочитал. Классический рисованный квест, повествующий о благополучном разрешении конфликта, возникшего между героями западных и русских народных сказок. Ты же понимаешь, что диск, он существует для того, чтобы его продать, а не для того, чтобы сказать тебе правду. Ну, ведь. Стоять! Александр раскрыл коробку и завис. А ещё кто-то регистрировался просто, я смотрю, анкету заполнял. Да, но так и не отправил. Непонятно, нахера он это заполнял. Дай-ка там имя есть. Без фамилии. А как у нас с пожарной безопасностью? Андрей. Мы купили вашу копию недетских сказок. Мы вам сочувствуем, если вы ещё живы. Андрей. Дата рождения 91-й год. То есть он, получается, на 4 года старше меня, младше меня. И на 3 меня. То есть 9. Ну, 15 лет ему было, короче, когда эта игра была куплена. А теперь... Ну, как и подросток, прикинь, там нарисованные сиськи русалки. Так, блин, тогда уже порнуха была, что ли? В локалке уже обменивали. Да. Мы затушили Горыныча огнетушителем. А почему гроб висит? Хрустальный гроб на цепях. А, там точно, там царевна должна быть. Да, царевна на ветвях висит. А почему огонь везде нарисован? Это жаровня? Нет, это типа спринклеры, понимаешь? В смысле, детекторы. О, я надеюсь, это будет мини-игра? Да, конечно! Нет. Блин. Ах, вот значит как. А почему это Змей Горлиныч, если у него одна голова? А это отличный вопрос, на который не ответит никто. То есть его же Горлиныч зовут? Да. Так, это просто анимация, да? Да. Типа уж с шутеечками. Это не Майк Тайсон с панчаут. Все. Они простые перчатки. А, все, понял. Мне бы голыми руками и в жизнь так не засветить. А почему у него одна голова, я не понял. Не знаю. Другие отвалились? Отбились? Может, вот эти две головы в перчатках, на самом деле? Тогда где его руки? Ну, знайте здесь, сэр. Вот такие вещи нельзя спрашивать у взрослых мужчин. Мне интересно, а если обратиться за недобросовестную рекламу по этой игре? Ты знаешь, я посмотрел... Не, ну в то время, сейчас-то понятно, что уже бесполезно. Я посмотрел там некто, единственный человек, который еще в бизнесе оставался до недавнего времени. Это вот некий Лобушевский, Лобушевский, какая-то такая фамилия на Л, короче. Он был ИПшкой и подал на банкротство в прошлом году. То есть, как бы, я даже не знаю уже, к кому претензии-то подавать. Вот, мы пришли сказать, что мы спасли царевну, но, блядь, этот дебил ее еще не донес сперва. То есть, мы еще, блядь, три часа разговаривали о том, что на самом деле мы ее спасли, ты не думай, просто подожди. Вот это вот. Чисто потянуть время. Да, вот эта вялая царевна, которая в кокошнике. Да, причем тут марксизм, как бы, Че Гевара и Красное Знамя. Да, вопрос. Блядь, да хуй знает. Просто кому-то показалось, это смешно будет, что покоится ревну, это будет там серпы и молот, и Красное Знамя. Серпов и молотов не было, потому что... Были, они на кровати там, вот если посмотришь, понимаете, да. Когда будешь пересматривать. Да. Когда будешь мучить своих детей. Представляешь, что сын у тебя вырастет, и ты говоришь, папа, папа, чем ты... А чем ты занимался? И причем, знаешь, не скажешь в детстве, потому что, блин, еще раз, 32 почти. Даниил, прости. Это судьба. Я чувствую запах еды, кстати говоря. Ну да, хорошо, хоть не Пригара. Сиди, кстати, по-пацански. Сейчас, смотри, ноги поставят, как это... Вот, чисто по-пацанка. Я так завидую стражнику справа. А, спит который? Ну, он как будто еще типа как гавкает на свой топор, на свою алибарду. Так, все, все подписи. Завизировали, чела обидная. Но! Если ты думаешь, что игра на этом заканчивается... Но пропала царица, ёбаю мать. Нет, царица хуй с ним. Ой, телепорт не работает. Да хуй с ним с телепортом. Царь нам сказал... Знаешь, говорит, блядь, короче, сходи к Кащею и разрули проблемы сам. То есть, нахуй я подавал эту челобитную, непонятно. То есть, он как бы его завизировал, ну и говорит, ну, блядь, иди нахуй, как бы. Иди реши проблемы сам, я тебе дам, как бы, монетки. Просто, да, пятачки, мешок пятачков. А ведь есть же нормальный советский фильм про Машу и Витю, по-моему. Там же сюжетно они тоже попали в сказку и пошли спасать Снегурочку. Почему бы не сделать квест вот по фильму? Там все эти же персонажи почти есть. Не знаю, я недавно смотрел советский мультик пропагандистский про нацистов, где пионеры против нацистов были. Блядь, это практически как Red Dawn, только отечественный. Да, я тут некоторое время потратил на поиски того, куда идти. О, кентавр? Нет, это чёрт. Ему надо дать табакерку. А ещё там сзади насосная станция. Я вижу. Она качает топливо. Видимо, нефть. Да. Нефть. А этот бочок от унитаза, я так понимаю, опять же шутечка очередная. Не твоё дело. Не твоё дело. Понял. У тебя перчатки есть, которые решают любую из проблем? Да, дать ему в ёблочь, да и всё, блин. Но. Но. Вместо этого. Ты ему табачка на... Мы ему дали табачка нюхнуть, ну или там на свая пожевать, не знаю, что это такое. Эммм. Мы ему сейчас поможем. Мы ему дадим тонометр. Вместо вот этой хуеты. Чтобы он якобы регулировал давление. Но чёрт настолько тупой, что он, видимо, не знает, как тонометр работает. В итоге он нам даст топливо за это. О чём мы не знали, что он нам даст топливо. Мы просто на шару ему дали вот эту хуйню. А зачем топливо? Топливо, чтобы, блядь, очевидно, в печку закинуть. Я не шучу. Всё. Не, подожди, стой, ты должен был в ступу её залить. Ну, в общем, мы взорвали нахуй, блядь, станцию, устроили, блядь, маленькую катастрофу. Там наверняка нефть ещё растеклась в водах. Ну, нам это надо пизды, блядь. Мы же в ванне. В ступу, да, возможно. Возможно, они не доработали. Ты понимаешь, это Сатурн плюс. Не, блин, я нить повествования теряю. Они даже, имея на руках интересную механику, у вас с теми же там дихлофосами разными, да, они её, блядь, в принципе не могут применить. Так её применять-то не нужно, прописан же уже код, всё, всё работает. Просто бери, блядь, встроив сюжет немножечко. Вот так вот делают и всё. Теряешь нить сюжета. Сейчас мы наконец-то перейдём на другой берег реки. А, тебе... Ага. То есть тебе глобально нужно было перейти на другой... Тебе топоры так... Глобально мне не нужно было подписать челобитную. Я подписал челобитную. И, блядь, в стиле Сатурн плюс мне уже третий раз меняют основную задачу. То есть основная задача, чтобы вернуться, нужно было подписать челобитную. Ну, сука, уже вот, блядь, сначала выясняется, что нужно сначала спасти царевну, а потом ещё, блядь, пойти разобраться с Кащеем. Потому что, конечно же, эта же игра не должна заканчиваться. О чём вы? Ещё можно столько всего интересного рассказать. Ну, три игры в одном ты получаешь, смотри. Три, по сути, класса. Вместо одного хуйца защика сразу три. Вот тебе и Горыныч, а ты переживал. Кто такой страшный? Изорг, что ли? О, отсылочки, отсылочки. Озвучка. Мы... Ага. И вообще у нас СП по продаже воздушных шариков. Супер предприниматель. Совместное предприятие, по-моему. Ты же юрист, блядь, должен знать, чё ты меня спрашиваешь. Не, нету такой формы сейчас. Ну, раньше-то была. Когда я работал уже не было. Граффити прикольное. Да. Да. Чувствуешь с энтузиазмом каким-то. Я на выражение морды печки просто смотрю, у меня такое же. В общем, на пятаке мы покупаем все шары мира. Взял тут больше, да у тебя товара не хватит. После чего? Там сверху убер-кола или зубер-кола? Ну, смотри. Зубер. Я так понимаю. Убер это было бы слишком пророчески для Сатурна. Смотри, он берет четыре шарика и улетает к хуям. Нет, пять шариков, извините. Такой чёрт был похож на, блядь, я не знаю, в Капитане Пронине таких ресурсов. Он знаешь, на кого похож был? Он был похож на Джиплеса Клиплеса. А ещё он похож на орков из мультика Хоббит 77-го года. Бокши который? Да. Нет, не Бокши, Бокши сделал Властелин Колец. Первую серию. Властелин Колец он сделал. Там не разделяется на серии. Погоди, а кто сделал Огонь и Лёд? Кто делал? Бокши. Ага. Да. Он сделал Властелин Колец ортоскопированного. А первые и третьи, их делали люди, которые будут работать у Миядзаки потом. Эти студии Огибли потом будут. Топкрафт они, кажется, были. То есть, он прикольный такой, детский. Хоббит хороший. Возвращение короля, конечно, это стилистика и мультяшный ему совсем не идёт. Ну, там потому что фигли уже бюджеты кончились. То есть, лотоскопия как бы не дешёвые удовольствия. Нет, там вообще какая-то хуета случилась с этим. С правами и со всем. То есть, непонятная фигня. То есть, второй мультфильм совершенно не похож по стилистике ни на что. Ну да. Анимация. Домой бы такую тачку. До универа за пять сек бы доезжал. Опять такая, блядь, с шуткой. Ёб твою мать просто. Ты знаешь, я вот что-то подобное хотел сказать. Юмор, ну просто ебать. Ну, блядь, я, конечно, не скажу, что я там какой-то, знаешь, эстет, да, культурный там какой-то. Я тоже люблю жопно-сорфирные шутки. Да я люблю, блин. Вот. Ну, блядь, они смешные должны быть для этого. Тайминг какой-то должен быть. А когда эта хуйня на тебя льётся, блядь, нескончаемым потоком говна, блядь. Знаешь, я даже больше скажу, мне первый «Американский пирог» нравится как комедия. И очень страшное кино мне нравится, первый фильм. Ну. То есть, как бы, я даже могу его пересмотреть, там, и «Американский пирог» даже второй могу пересмотреть. В который ещё эти продолжения сюжетной линии, там. Не то что продолжения, а те же персонажи, всё то же самое. Да. Вот. Я даже больше скажу, на последний пирог, который вышел, я даже в кино ходил, по-моему, если я не ошибаюсь. А он в кинотеатре был, мне казалось, он straight to DVD? Нет, там, по-моему, когда всех собрали, старых актёров. Там же были ещё всякие там армейские пироги, но мне кажется, это уже, да, скорее всего, с дубляжом. Вот, то есть, как бы, ну, блин, там всё тазировано, что ли, я не знаю. Там, блядь, сценаристы есть, хоть и хуёвые, но они там есть. А тут, блядь, четыре человека, отвечающих за сценарий и за диалоги. Кстати, вот, я нашёл ответ на вопрос, почему у тебя сюжетная линия глобальная задача меняется. Ха-ха-ха, так я же говорю, как чепуха, вот, они берут листочек, пишут, Иван идёт туда-то, заворачивает. Следующий пишет, чтобы сделать то-то, четвёртый, потому что то-то-то, и четвёртый, и в итоге то-то-то. Нет, каждый сценарист прописал отдельный квест, а они потом всё это склеили, да, вот и всё, вот ответ на вопрос. Ну, кстати, это многое объясняет. Это, как знаешь, есть же фильмы, где там куча сценаристов, фигарят. А, антологии, антологии? Нет, нет, не антологии, антологии как раз вот, там специальная задумка. Я знаю один фильм, о котором ты говоришь, Justice League. Это не знаю. А, да. Лига Справедливости, да, лучший, блядь, образец того, как два сценариста и режиссера. Когда один сценарист, да, всё это начал делать, второй это про до, или там тот же самый Финчеровский, чужие, чужой, точнее, три. То есть начал один, потом другой, потом переписали, потом ещё раз переписали, получается залупа. Потом 10 раз перемонтировали, блядь, и такая залупа получилась. При этом атмосферный фильм неплохой. Да, но, блядь, если вот, он такой унылый, сука, пиздец. Я режиссёрскую смотрел, она просто... Я тоже. Поэтому в iTunes у меня куплен только второй чужой. Я тут никуда не падал, и уж, конечно, ничего, никто не сказал. Да, чужие, точнее. Чужие. Вот, мы, короче, скинули нахуй в топку этого пидора. И даже, а, всё, я думал, ты подкинешь туда. Подловиш их, чтобы... Чтобы ярче горело. Чтобы лучше, да, там. Потому что сердце в большой температуре требует, чтобы сжечь. Да. Как сказали в фильме, из ада. Из ада. Блядь, ты ещё осилил это? Я после комикса умы... Я прочитал комикс с очень большим трудом, но я его прочитал. Добрый день. Добрый день. Не-не-не, картинка выбивается опять просто куда-то в другую сторону. К вашему слуну. Такое ощущение, что опять у тебя с видеокартой какая-то хуйня случилась. Нет, всё в порядке, понимаешь. Причём, знаешь, я бы не отказался посмотреть на игру, как раз прорисованную чисто в той цветовой гамме. Чтобы вот, вот, аж как будто, вот, я не знаю, глаза вытекли. Да. Да. У меня всю эту мысль посещает в ЧБ гамме что-нибудь нарисовать. Посмотреть, как это будет работать именно геймплейно, то есть чисто ЧБ, то есть чёрный и белый, без там оттенков серого. Какого, какого? Нарисуй. У бороды, кстати, это цвета аномалии, например, он красный не различает. Я, говорит, пытался поиграть в акварию, а там, блядь, заклинание как раз базируется на том, что красные оттенки там есть, где нужно выбирать. И он такой посмотрел, и он, блядь, ну идите нахуй сразу. Ой, опять смешно такая. Ой, слушай, сейчас будет так смешно. А чё так грубо-то? Да лучше умереть, блядь, чем быть с таким. О, нормально. Вот, Кащей нормально разговаривает. Ага. Как надо. Да? Я удивлён, что все остальные так не разговаривают. Лучше, там, не знаю, как там, в могиле лежать, чем стоять на коленях, или чё там, как там это звучит. О, нормальных пацанов. Это что, храброе сердце, что ли, цитата какая-то? Не-не, это же с пацанских пабликов. Не знаю, там, пацану нужно верную девчонку, валящий таз, и, блядь, не знаю. Да-да, за пацанов Эдворд слеляя в упор. Классика. Хуи. А, в остальное кровище, да? Да. Там же Дракула был. А, да, это... Мы Дракулу накормили, блядь, сладким хлебом, ну, в смысле этим. Пирогом с говном, в смысле, с серебряным яблоком. Ага. Серебряным. Ну, я понял. Да. Он превратился в кашу из дерьма, короче, да? Мы эту кашу собрали, и этой кашей сейчас растопим цепи Кащея. Ага. Только к нему не хватай. Хуй знает, почему они разъедают цепи. Он же как раз чужой должен быть. Я не знаю. Я ничего не знаю. У него же отмычка была, он там, гвоздь, а вон замок. Блядь, да он из них может просто выпутаться, посмотри, как он привязан, блядь. Не, к этому мы не придираемся. Ну, гуляй, Кащей. Нахуй мы его вообще освобождаем, нахуй он сдался, блядь, этот Кащей. Наша задача его приструнить, как раз, нахуй мы его вообще освобождаем. Ну, да. Залить его этой кислотой. Да, да. Ёпта. Забавляй, добавляйте в каждой сточке. Ёпта. Ебай. Ну, или так вот, да. Ответь, там, это... Еще минутки... минуток семь, наверное. Да, перезвоню. Короче, на самом деле это все хитрый план, во всем виновата царица, потому что на самом деле она Ктулху, и этот Ктулху... Ктулху? Да, ну, она такой Ктулхует, короче. И она замыслила вот хитрый план, чтобы похитить царевну зачем-то, манипулировать царем, короче. Подожди, царевна это ее дочь, или это не ее дочь, это ее мачеха? Мачеха. А, мачеха, все, нормально, тогда укладывается. Это примерно как в этом мультик вышел Мэтта Грёнинга, новый Дисенчантмент, разочарование. Не смотрел, пока что. Он куда лучше, чем вот это, я тебе могу сказать. Там 10 серий в сезоне, и такой коэффициент лузов, они такие достаточно тупые, но коэффициент... концентрация лузов немножко нарастает, нарастает, и в предпоследней серии там, блядь, такой адский ржач начинается. Я могу пока не рассказывать, а может быть даже гляну. Ну вот я тебе говорю, что он просто местами вот нарастает, нарастает, а потом такая ржака идет, просто вот густо. Слушай, а Мэтт Гройнинг еще занимается с Химсонами? Да. Ну, автор идеи, как обычно. Курирует. Ну, то есть чисто как автор идеи, то есть уже... Курирует, курирует, да. Сценариями он не занимается. А Футурам вообще еще выпускается или уже все? По-моему, все уже, они там какое-то количество на Adult Swim, кажется, повыпускают, или на Cartoon Network'е, на каком-то из этих сервисов. Ну, блядь, это уже невозможно смотреть было, на мой взгляд. Когда после ЛТ сезона хватило бы. Да, 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 да. И парочка полнометража, которые были вполне себе. Да, да. Да, ну и с Гриффинами такая же ситуация иногда. Ну, пошел я. Ну, не пух тебе. И с Саус Парком. Да. Нахрен. Не пухать и не пера. Нахрен. Вот это шутечка. Эй, Мань, мы ***. Гардинка давай. Ёпты. Опять забыли добавить. Да. Далек, короче, какой-то. Нихилая тут у Кащея база. Или, может, ступа перевернутая. Я не понимаю тогда, к чему был вступительный ролик с Бабой Гой. Я вообще не знаю, что такое. Из подростков. Вот. Вот. Причем тут подростки? Кому они эту историю рассказывают? Если они рассказывали историю, значит, они должны были сначала установить то, что это рассказывают подростки, а потом Баба Яга появилась. Но сначала ведь появилась Баба Яга, а потом нам показали подростков, да? О. И, блядь, история в истории в истории, короче. Какой-то инсепшн, блядь. Ага. Яп. Ес. Теперь хоть парфюмерный мастер. Так, это какая-то хуета, которая позволит нам показать истинное обличье царевны. Угу. Яп. Думаю одного за глаза. А чтобы попасть к царевне... Муж, кейшка опять была. Да. Чтобы попасть к царевне, мы сейчас... Мы сейчас на кирпичную стену воспользуемся той самой хуйней, которую мы только что получили. Логично. Александр сейчас отойдет на минуточку. Как раз пропустит всю концовку и последние остатки анимации. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Да. Потайная дверь. Ой, я почти ничего не пропустил. Не-а. И знаешь, куда ведет потайная дверь? В покоях царевни. Да! Это же логично, чертовски. Несмотря на то, что... Я бы хотел посмотреть на карту. Я тоже. Ну, все игры. Да. Но, к сожалению, я так и не догадался ни разу ее включить. Она есть? Она есть. Зачем? О, стревел. А, тут фасттревел есть? Да. Ты им не пользовался? Я не знал, что он есть. Понимаешь, настолько охуенный интерфейс в игре, что я как и не понял, где карта вообще, как. Как активировать карту. А не без стука входишь. Простите, великодушник. Так, ты решил скиднуть. Я даже последний диалог решил скиднуть с этой злодейкой. А, это последний диалог, да. Ну, со злодейкой. Сейчас еще пара диалогов будет и конец игры все-таки. Все-таки конец игры. Но ты победишь зло вселенское. Зло и зло повержено. Доброе добро восторжествовало. О! Цензуру. Желаю. Желаю. Мне кажется, она уже тоже умирает. Все-таки я в игре Сатурн Плюс. Осознание наступило. Опа. Где кто ходит? О, анимация. Че-че-то игра сломалась. Это глюки во всех катсценах. Я просто в этой не заметил. Во вступительных я отрезал там эти глюки графические. Так что я, между прочим, тоже постарался. Совсем недавно она сидела рядышком, гладила тебя по лысине и звалось царицей. У-у-у-у. Такая вроде дочка красотка, я смотрю. На. Тут все красавцы. Ах, ты жгут так, а я на. Вот ощущение. Это зацикленная анимация. Поздний перестроечный мультфильм такой. Ну да. О, братки пришли. Неплохой биток. У меня кот так же храпит. Короче, царь хочет нас сделать своим курьером официально. Он говорит, ты че охуел? Я тебе, блядь, все двумя мирами, да? Спас, между прочим, блядь, нахуй мне твое курьерство, дай, короче, денег лучше. О, а вот и Баба-Яга. В итоге они хотели нас казнить или что-то такое. Но в итоге прилетает Баба-Яга, говорит, да хули вы, Ванюшку, обижаете? Вот тебе, Ванюшка, короче, кредитка на миллион долларов и бессрочная путевка на Канары, я не шучу. И вопрос, какого хуя Баба-Яга вообще не могла разрулить все сама? Если она летает все и, блядь, угрожает самому царю. Нахуй вообще нужен царь? Ей нужно было найти достойного, который бы получил кредит. Кстати, почему кредитку на миллион долларов? То есть он берет в кредитах, может распоряжаться, или это все-таки... Ну, может, там профицит на карте миллиона? И может еще какой-то лимит там... Не знаю, возврат... 55 дней, блядь. Я думаю, ему 55 дней за глаза хватит, чтобы сторчаться нахуй. Учитывая, чем закончится игра. Кстати, лучшее, что было в этой игре в начале, показано, это ступа прикольная, интересная. Так, я так понимаю, не поучаствует, да, в процессе? Нет. Вот это автоматизировано, это, которая киберпанк, стимпанк. Нет, она не будет больше. Нет. Кам-мо-н! Все? Все, последний и заключительный ролик. А, это ролик еще. Да. Это фен. Ты помнишь, да, чем начиналось все? Ну... Что мы у олигарха подрабатывали. Да-да-да. Ну, у пахана такого. Ну, у пахана, что будет на него работать с учеткой. Не-а, про пахана вообще все забыли. А, да? Да. Зачем? Правильно. Это действительно. Сейчас ты просто увидишь, как бы... Я вижу богатство анимации. А, бля, спиздел, вот ступа. Извини, спиздел. Вот. Ну вот, вот, все, конец. Все нормально, телочки Майами. Да. Или Канары. Забавно выглядит просто. Такое ощущение, что левый холм это Кайн Тайга, а правый это Пальма. Такое ощущение, что это Рио Доллс, на самом деле, они не реальные телочки. То есть, надувные куклы просто. Вот эти люди! Суки! Все, хэппи-энд. Да, хэппи-энд. На конце титров мы заканчиваем ролик, да. То есть, там, я больше ничего уже не оставил. Ага. Спасибо мне. Вот. Ты рад? Да. Ты больше никогда ко мне не придешь, да? Она записывалась планика. Я просто жду, когда ты все-таки нормальные игры начнешь. Когда-нибудь это будет. Евгений Стигма Кондратьев. Я вам... Лубошев, вот этот вот, да, гражданин. Я вам обещаю, что больше ни одной игры Saturn Plus, блядь, на этом канале не будет. Так, может, заодно и Буку тоже издавал. А, хотя Буку что-нибудь нормальное издавало же. Они локализовывали хорошие игры. Угу. Насчет издательства там уже очень давно ничего не издавали. Ну, так-то да. Блядь, не ход Дима, блядь. Ладно, Костя Константин. Вот. Шива. Максим Шива. Все потопыч. Хо-хо, все крутые ребята с никнеймами. Дмитрий Миндим Минчуков и Александр Dead Voice Inside Boycev закончили этот летсплей, ребята. Подписывайтесь. Не надо было. Отписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Зацените наш патреон. И кладите на него много-много денег. У нас есть патреон? Нет. Ну, вы можете его поискать. Можете за нас его сделать. Да, можете за нас сделать, нам задонатить и нам же отправить. Все, всем спасибо, всем пока. Пока. Блядь. Все. Какое говно. Какое говно.